приветствую всех зрителей канала серый кот стримы сегодня мы начинаем новую экспериментальную рубрику которой мы будем разбирать различные книги полезные книги и другие материалы которые помогут нашим зрителям разобраться в текущей ситуации правильно сориентироваться и укрепить их волю к борьбе поскольку хотелось бы отметить что одной из главных проблем на мой взгляд белорусской диктатуры является не столько ее жесточайшесть сколько подавленность населения многие люди уже не верят возможность ухода этой диктатуры в то что когда-то здесь будет установлена свобода кто-то уже 20 лет пытается сражаться с ней и безуспешно поэтому так сказать их воля немножко притупилась именно поэтому я решил сегодня зачитать вот эту книгу и разобрать ее а именно джин шарп от диктатуры в демократии я считаю эта книга очень неплохо спотивирует людей и покажет им что все отнюдь не так безвыходно выход есть всегда итак начинаем для начала кто такой джин шарп джин шарп в первую очередь известен тем что разработал ту самую концепцию ненасильственной борьбы и цветных революций то есть все цветные революции которые прошли за последние десятилетия они так или иначе связаны собственно с его идеями хотя сам он непосредственного участия в этих событиях не принимал но без него конечно они бы не состоялись в начале 90-х годов он составил очень дельную инструкцию так сказать видео и вот этой самой книги он изучал как написано в предисловии различные диктаторские режимы и их падение для того чтобы совместно с другими авторами выработать вот такую вот так сказать книгу инструкцию для демократов в различных странах чтобы им было проще и понятнее как действовать то есть выработать планы действия и не ошибиться поскольку борьба с диктатурой весьма непростая так первая глава у нас называется реалистичное представление о диктатуре за последние десятилетия под напором организованного сопротивления народов пали или пошатнулись многие диктаторские режимы как внутреннего так и внешнего происхождения часто кажущиеся глубоко ухренившимися и непоколебимыми такие диктатуры оказались неспособными противостоять согласованному политическому экономическому и социальному неповиновению людей то есть вот пожалуйста пример ни одна диктатура которая даже кажется очень устойчивой не гарантирована так сказать ее жизнь она может пасть главное верить и действовать в основном благодаря ненасильственному неповиновению людей с 80-го года пали диктаторские режимы в эстонии и латвии и литве польши восточной германии чехословакии и словении на мадагаскаре в мали в боливии и на филиппинах ненасильственное сопротивление приблизило демократизацию в непале зим замбии южной корее чили аргентине каити бразилии уругвай и малави таиланде болгарии ну и так далее так далее то есть но книга написана в начале 90-х поэтому тут можно прибавить еще и много других стран кроме того за последние годы массовое политическое неповиновение появилась в чили бирме и тибете хотя такая борьба не положила конец правящей диктатуре или оккупации она показала зверскую природу данных репрессивных режимов мировому сообществу и дала населению ценный опыт этой разновидности борьбы падение диктатуры вышеназванных странах естественно не решила всех основных проблем общество нищета преступность бюрократическая волокита и уничтожение окружающей среды часто являются наследием жестоких режимов однако свержение такой диктатуры свело к минимуму страдания жертв гнета и открыла путь к перестройке общества на основе более широкой политической демократии личных свобод и социальной справедливости то есть важно понимать очень многие пропагандисты ватные любят говорить что вот смотрите а там революция прошла ничего не изменилось тут революция прошла ничего не изменилось то есть был авторитарный режим теперь там типа тоже не так уж хорошо это еще ни о чем не говорит понимаете если ничего не делать то ничего и не изменится точно любом случае если диктатура сидит то она там может быть надолго если народ не будет противостоять ей понимаете первый шаг это все равно установление демократического режима это не обязательно там свержение диктатора он может и сам пойти например на уступки хотя это бывает практически ну таких случаев не припомню редко крайне редко но теоретически это возможно пиночет например он же ушел так постоянная проблема за последние десятилетия появилась тенденция к расширению демократизации свободы в мире по данным организации freedom house которая составляет ежегодный международный обзор положения с политическими правами и гражданскими свободами число стран мира внесенных список свободных за последние 10 лет значительно возросло весь вот здесь приводится данные с 83 по 93 ну поскольку книга написана 93 однако данная положительная тенденция уравновешивается большим числом народов все еще живущих в условиях тирании ну да где-то тирания ушла а у нас например как раз она в девяносто четвертом году пришла по состоянию на январе 93 года из пяти с половиной миллиардов населения земли 31 процент людей жили в странах и на территории классифицируемых как несвободные то есть там где политические права и гражданские свободы чрезвычайно ограничены 38 стран и 12 территорий внесенные в категорию несвободных управляются рядом военных диктатур как в бирме и судане традиционных репрессивных монархий как саудовской аравии и бутани доминирующими политическими партиями как в китае и ираке и северной кореи или иностранными оккупантами как в тибете и восточном тимуре или же находятся переходном периоде многие страны в настоящее время прибывают состоянии быстрых экономических политических и социальных перемен хотя за последние десять лет число свободных стран увеличилось остается высокая вероятность того что многие страны перед лицом таких быстрых фундаментальных изменений двинутся в противоположном направлении и испытают новые формы диктатуры военные группировки честолюбивые личности избранные деятели а также догматические партии постоянно пытаются навязать свою волю государственные перевороты становятся привычными основные права человека и политические права останутся недоступными для огромного числа народов так сейчас мы немножко отвлекемся на минутку на наш чат посмотреть что здесь происходит и поприветствуем всех кто нас сейчас смотрит привет как звук отпишите итак продолжим к сожалению прошлое остается с нами проблема диктатуры проблема диктатуры имеет глубокие корни народы многих стран пережили десятилетия или даже столетия гнета внутреннего происхождения или извне зачастую требовалось беспрекословное подчинение государственным лицам и правителям в особо тяжелых случаях социальные политические экономические даже религиозные институты общества независимые от государства преднамеренно ослаблялись подчинялись или даже заменялись новыми послушными режимом институтами и использовались государством или правящей партии для управления обществом люди часто подвергались разобщению превращались в массу изолированных индивидов и становились неспособными повсеместно добиваться свободы доверять друг другу или даже совершать поступки по собственной инициативе ничего вам не напоминает да результат можно предсказать заранее население становится слабым теряет уверенность в себе и становится неспособным к сопротивлению люди часто слишком запуганы чтобы делиться своей ненавистью к диктатуре и стремлением к свободе даже в семье с семьей с друзьями то есть это мы тоже часто наблюдаем когда же в интернете вот мне говорил кто-то вчера дискорде что он спрашивал белорусов и многие боялись что-то говорить о лукашенко то есть они были запуганы в любом случае какая от этого польза вместо этого они бесцельно страдают и их ждет безнадежное будущее то есть люди боятся но они не понимают что их страх никак их не спасает и не обезопасивает так сказать от этой диктатуры тоже ты боишься ничего не делаешь не значит что диктатура завтра до тебя не доберется просто может быть ты не будешь первые главные мишенью но рано или поздно ты все равно пострадаешь положение в современных диктатурах может оказаться гораздо хуже чем ранее в прошлом некоторые люди могли пытаться оказывать сопротивление случались короткие массовые массовые протесты и демонстрации появлялись всплески эмоций других случаях отдельные лица небольшие группы могли совершать бессильные поступки утверждая какой-либо принцип или просто свое неповиновение несмотря на благородные мотивы такие акты сопротивления в прошлом были недостаточными чтобы преодолеть боязнь людей и их привычку подчиняться что является необходимым условием уничтожения диктатуры к сожалению такие действия вместо победы или даже надежды лишь усиливали страдания и увеличивали число смертей свобода через насилие что же делать в таких обстоятельствах наиболее очевидные возможности представляются бесполезными конституционные и законодательные барьеры решение суда и общественное мнение обычно игнорируются диктаторами да опять вам ничего не напоминает понятно что в ответ на жестокость пытки исчезновение и убийство люди часто приходят к выводу что положить конец диктатуре может только насилие вот у нас так к этому тоже идет радио иные жертвы иногда объединялись для борьбы с диктатурой с помощью любых имеющихся средств насилия или войны несмотря на то что все шансы были против них такие люди часто храбро сражались ценой страданий жизни они иногда добивались значительных результатов но редко завоевывали свободу яростные восстания могут вызвать жестокие репрессии которые делают население еще более беспомощным чем ранее каковы бы не были достойнство методов насилия ясно одно полагаясь на средства насилия такие люди выбирают тип борьбы в котором угнетатели почти всегда имеют преимущество диктаторы прекрасно подготовлены к применению насилия независимо от продолжительности действий таких сторонников демократии конце концов жестокая военная реальность становится неизбежной диктаторы почти всегда имеют преимущество военной техники вооружение транспорте и вооруженных силах несмотря на свою смелость демократам почти всегда противопоставить нечего то есть их всегда меньше они хуже организованные у них меньше средств там меньше снабжения они не обладают легитимностью такой как например правительство каким бы оно диктаторским не было то есть люди их не так слушают не всегда если обычное вооруженное восстание признается реальным некоторые диссиденты склоняются в пользу партизанской войны однако она редко если вообще когда-либо приносила пользу угнетенному населению обеспечивала демократию партизанское движение не является бесспорным решением в особенности благодаря сильнейшей тенденции огромных потерь среди собственного народа данный подход не гарантирует невозможности поражения несмотря на соответствующую территорию несмотря на соответствующую теорию и стратегические анализы а иногда и на международную поддержку партизанская борьба часто длится весьма долго зачастую при этом правящие круги переселяют массы гражданского населения ценой громадных страданий и социальных разрушений то есть вот как было например в прибалтике или западной украине или даже в той же беларуси там сталинские времена опять-таки партизанская война хороша в том случае если помощь уже близко она идет надо просто продержаться но когда все вся партизанская борьба основана только на партизанской борьбе без всякого ожидания какой-то внешней помощи или там всеобщего восстания народа но это не имеет смысла даже в случае победы партизанская борьба часто имеет значительные и долговременные отрицательные последствия атакуемый режим благодаря применяемым мерам противодействие немедленно становится еще более диктаторским если партизаны в конце концов побеждают новый режим часто еще более диктаторский по сравнению со своим предшественникам благодаря централизованному влиянию возросших вооруженных сил и ослаблению или разрушению в ходе борьбы независимых групп и институтов общества органов которые являются жизненно важными при построении и поддержании деятельности демократического общества противники диктатуры должны рассмотреть другие возможности да то есть даже если партизаны и победят для этого им как правило приходится создать какую-то революционную действительно такую мощную и очень централизованную дисциплинированную структуру чтобы победить диктатуру соответственно когда диктатура рушится так сказать дракон когда убит тот кто его победил сам становится драконом то есть эта централизованная мощная структура она вынуждена брать под контроль все области так сказать жизни и когда диктатора уже нет они запросто могут заменить его то есть установить диктатуру для начала как говорится на время но потом они входят во вкус такие режимы и они могут сидеть десятилетиями поэтому это не вариант перевороты выборы спасителей за рубежа военный переворот против диктатуры может показаться сравнительно наиболее легким и быстрым способом устранить особенно отвратительный режим однако у такого способа имеются серьезные недостатки самое важное то что он оставляет существующее несправедливое распределение власти между населением и элитой управляющей правительством и вооруженными силами устранение одних лиц и клик справящих позиций просто дает возможность другой группе занять их место теоретически такая группа может оказаться более терпимый и открытый для ограниченных демократических реформ однако возможно и обратное то есть проще говоря смена конкретных лидеров она еще не гарантирует какой-то свободы как мы видели например в четырнадцатом году в украине то есть говорили вот януковича надо сменить и все сразу будет нормально ну видим что нет этого недостаточно главное это реформы а диктаторы как правило эти реформы тормозят в этом и состоит суть диктатуру нужно убирать только для того чтобы провести необходимые реформы если диктатор соглашается их провести сам то вопрос в том а зачем его тогда убирать то есть может и он сделать другое дело что диктаторы просто не хотят этого делать в этом то и дело после укрепления своего положения новая клика может оказаться более беспощадный и более честолюбивые чем старые соответственно новая клика на которую возлагаются все надежды сможет проводить любые действия не заботясь о демократии и правах человека это не является приемлемым решением проблемы диктатуры так теперь посмотрим наш чат вот извиняюсь за вопрос но обсуждение новостей будет сегодня как в прошлый раз очень зашел формат видео для меня нет обсуждение новостей не планируется будет чтение книги джина шарпа выборы в качестве инструмента значительных политических изменений при диктатуре непригодны некоторые диктаторские режимы например в странах восточного блока под господством советского союза разрешали выдвижение кандидатов чтобы создать впечатление демократичности однако такие выборы являлись лишь строго контролируемым лепестцитом обеспечивающим одобрение народом кандидатов уже отобранных диктаторами под давлением диктатуры могут согласиться на новые выборы но манипулируя ими усаживая гражданских марионеток в правительственные кабинеты если кандидаты от оппозиции получают возможность участвовать в выборах и одерживают победу как это случилось в Бирме например в 90-м году или в Нигерии в 93-м результаты просто игнорируются а победители подвергаются запугиванию, аресту или даже казни диктаторы не для того захватывают власть чтобы допускать выборы которые могут сбросить их с трона но это всем тем кто так сказать верит в наши выборы что можно с помощью них что-то установить многие люди в настоящее время страдающие от жестокой диктатуры или отправившиеся в ссылку чтобы избежать немедленной расправы не верят, что угнетенные могут освободиться самостоятельно они считают, что народ можно спасти действиями кого-то другого такие люди делают ставку на внешние силы они считают, что лишь международная помощь может оказываться достаточно мощной чтобы свергнуть диктатора да-да-да, это кстати тоже весьма распространенное у нас мнение о том, что Америка нас спасет Америка нам поможет, Европа нам поможет кто там еще поможет, Украина нам поможет все нам помогут, только нам самим делать нифига не надо к нам кто-то придет и поможет нет, понимаете другие страны, они могут безусловно помочь в какой-то борьбе но только тогда, когда они увидят, что действительно весь народ или значительная его часть выступает действительно против диктатуры тогда они могут оказать помощь не диктатуре, а вот тем борющимся людям и опять-таки, они могут оказать помощь ограниченную исключительно в своих интересах то есть не для того, чтобы что-то там обеспечиваться чтобы потом прийти и навязать свои интересы то есть, чтобы новое правительство проводило политику которая выгодна именно вот им, тем, как сказать помогателям это тоже надо учитывать что внешняя помощь это не есть хорошо лучше пытаться своими силами справиться всегда мнение, что угнетенные не способны эффективно действовать может быть верным лишь для определенного периода времени как отмечалось, угнетенный народ часто не желает и временно является неспособным к борьбе так как не верит в свою силу противостоять безжалостной диктатуре и не знает путей к спасению поэтому понятно, что многие возлагают надежду на свое спасение на других такой внешней силой может быть общественное мнение, организация объединенных наций определенная страна или же экономические и политические санкции вот некоторые верят в санкции Россию там задавит, она наконец-таки ослабеет путинский режим там рухнет, все такое да ладно, подождите они еще могут 20 лет и 30 просуществовать одними санкциями не обойдешься такой сценарий может показаться удобным но надежда на спасение извне создает серьезные проблемы такая надежда может оказаться совершенно напрасной обычно иностранный спаситель не появляется а если иностранное государство осуществляет вмешательство ему обычно не следует доверять здесь уместно подчеркнуть несколько неприятных моментов связанных со ставкой на иностранное вмешательство первое иностранное государство зачастую терпит или даже напрямую помогают диктатуре в целях обеспечения собственных экономических или политических интересов ну например Россия белорусскому режиму помогает такая вот дружба диктаторов хотя они между собой вот ссорятся они хотят там присоединить каким-то образом эту территорию но тем не менее они помогают диктату иностранное государство также могут предать угнетенный народ и не сдержать свои обязательства по оказанию ему помощи в освобождении ради достижения другой цели некоторые иностранные государства будут предпринимать действия против диктатуры лишь для того чтобы добиться собственного экономического и политического или военного контроля над страной иностранные государства могут активно вмешиваться в позитивных целях только тогда когда и если внутреннее движение сопротивления уже начало расшатывать диктатуру привлекая внимание международной общественности к жестокой природе режима диктатура в основном возникает благодаря распределению власти внутри страны население и общество слишком слабы чтобы создать диктатуре серьезные проблемы так как богатство и власть сосредоточены в руках слишком небольшого количества людей хотя диктатура может выгодно использовать или быть ослаблены действиями международного сообщества ее падение в основном зависит от внутренних факторов если внутри все нормально то какие бы там санкции не вводили диктатура может держаться посмотрите на северную корею в конце 90-х люди там голодали умирали от голода точных данных нет но говорят что там от сотен тысяч до нескольких миллионов умерло от голода и что? и что? режим пошатнулся что ли? нет? вот это пример тем кто ждет помощи от санкций однако давление международного сообщества может оказаться весьма полезным когда оно поддерживает мощное движение сопротивления внутри страны в таком случае например международный экономический бойкот эмбарго разрыв дипломатических отношений исключение из международных организаций осуществление со стороны органов ООН и так далее осуждение со стороны органов ООН могут оказать большую помощь тем не менее при отсутствии мощного внутреннего движения сопротивления такие действия едва ли будут предприняты то есть если внутри борцы не показывают что они активно готовы действовать и что-то решать и какое ООН США и кто-то там еще они не помогут они будут делать вид что да там на каких-нибудь встречах подмигивать там говорить да мы держитесь мы вас поддерживаем морально да и не более того перед лицом жестокой истины вывод сделать нелегко эффективное свержение диктатуры с минимальными жертвами требует выполнения четырех первоочередных задач необходимо укрепить решимость уверенность в себе и навыки сопротивления угнетенного населения необходимо укрепить независимые социальные группы и институты угнетенного народа необходимо создать мощную силу сопротивления необходимо разработать мудрый стратегический план освобождения и четко провести его в жизнь борьба за освобождение требует полагаться на самих себя и на укрепление группы борцов внутри страны так Чарльз Стюарт Парнелл призывал во время кампании за ограниченное самоуправление самоопределение Ирландии в 1879-80 годах нет смысла полагаться на правительство мы должны полагаться на собственную решимость помогайте самим себе совместными усилиями укрепляйте тех кто слаб сплотитесь организуйтесь и вы должны победить когда вашими усилиями проблема созреет для разрешения тогда и только тогда она может быть решена перед лицом самостоятельной силы оппозиции при наличии мудрой стратегии дисциплинированных и решительных действий и реальной помощи диктатура в конце концов рухнет однако для этого необходимо необходимо воплотить 4 указанных требования то есть возвращаемся назад укрепить решимость уверенность в себе и навыки сопротивления угнетенного населения укрепить независимые социальные группы и институты угнетенного народа то есть гражданское общество по сути построить и ну или хотя бы основу какую-то необходимо создать мощную силу сопротивления то есть людей которые готовы действовать решимых так сказать до идти до конца и необходимо разработать мудрый стратегический план освобождения и четко провести его в жизни то есть одного обсуждения недостаточно надо конкретное осуществление этого плана то есть действие итак глава 2 опасность переговоров перед лицом острых проблем борьбы с диктатурой описанных в главе 1 некоторые люди впадают в пассивные повиновения другие утратив надежду добиться демократии могут прийти к выводу что необходимо договориться с вечной как им кажется диктатурой в надежде путем примирения компромисса и переговоров сохранить какие-то позитивные элементы и положить конец жестокости на первый взгляд при отсутствии реального выбора такой подход представляется привлекательным ну мы знаем что у нас есть некоторые так сказать политические партии оппозиционные ну или псевдо так сказать оппозиционные которые пытаются там типа что-то примириться с диктатором о чем-то договориться вот это как раз про них написано будет здесь серьезная борьба против жестокой диктатуры несет в себе неприятную перспективу почему же необходимо встать на этот путь разве нельзя вести себя разумно и искать пути к переговорам не machine находить возможности постепенно покончить с диктатурой разве не могут демократы призвать к чувству человечности диктаторов и убедить их постепенно сократить свою абсолютную власть и возможно в конечном итоге предоставить возможность установить демократическое правительство сказать диктатор диктатор а давай ты не будешь диктатором давай уже может быть это ты уйдешь там в отставку а демократия здесь остановится а еще лучше под суд пойдешь Ну, диктатор подумает, подумает и скажет, наверное, не отчет, мне не хочется. Иногда утверждают, что правда не всегда лишь на одной стороне. Может быть, демократы недопонимают диктаторов, которые действовали с хороших побуждений в сложной обстановке. Другие считают, что диктаторы с радостью уйдут сами в той трудной ситуации, в которой оказалась страна. Если только поощрить и уговорить их. Ну да, вот Мадуро что-то не уговорился пока. И Пол Поттон, наверное, тоже остался очень непонятым. Его все считают таким негодяем и маньяком, а он, наверное, в душе все-таки хороший человек. Непонятый. Так, другие считают, что диктаторы с радостью уйдут сами в этой трудной ситуации. Так вот, можно также утверждать, что диктаторы могут согласиться на ничью, когда все стороны оказываются в выигрыше. Тогда можно говорить о том, что более не будет необходимости идти на риск и страдания в дальнейшей борьбе, если демократическая оппозиция готова уладить конфликт мирным путем переговоров, может быть, даже при посредничестве опытных лиц или правительства другой страны. А разве это не предпочтительно по сравнению с трудной борьбой, даже если это не насильственная борьба, и она не сопровождается военными действиями? Итак, посмотрим, как у нас дела в нашем чате. Продолжим. Достоинства и недостатки переговоров. Переговоры являются весьма полезным инструментом при разрешении определенных типов проблем. В конфликтах их нельзя игнорировать или отвергать, если они к месту. В некоторых ситуациях, когда решаются вопросы, не имеющие принципиального значения, и поэтому компромисс приемлем. Переговоры могут стать важным способом уладить конфликт. Забастовка рабочих с требованием о повышении заработной платы является хорошим примером ценной роли переговоров в конфликте. Достигнутое соглашение может привести к повышению зарплаты на сумму среднюю между величинами, изначально предлагаемыми каждой из договаривающихся сторон. Трудовые конфликты с участием официальных профсоюзов, однако, совершенно отличаются от конфликтов, в которых решаются проблемы продолжения жестокой диктатуры или установления политической свободы. Когда становятся вопросы фундаментального характера, затрагивающие принципы религии, проблемы прав человека или всего будущего развития общества, переговоры не являются способом достижения взаимоприемлемого решения проблемы. По некоторым принципиальным вопросам компромисса быть не может. Лишь изменение в распределении власти в пользу демократов может обеспечить адекватное решение данного вопроса. Такого изменения можно добиться только в борьбе, а не в переговорах. Это не означает, что к переговорам не следует прибегать никогда. Смысл в том, что переговоры не являются реалистичным способом устранить сильную диктатуру при отсутствии мощной демократической оппозиции. Естественно, возможности вступить в переговоры может и не возникнуть. Надежно обосновавшиеся диктаторы, уверенные в своем положении, могут отказаться вести переговоры со своими демократическими оппонентами. Или же после начала переговоров участники с демократической стороны могут исчезнуть без следа. Сдача оппозиции в ходе переговоров Отдельные лица и группы, находящиеся в оппозиции, диктатуре и выступающие за переговоры, часто имеют благородные цели. Особенно, когда вооруженные столкновения с жестоким режимом продолжались годами, не достигнув решающей победы. Становится понятным, что все люди любой политической ориентации хотят мира. Переговоры, в особенности, становятся желательными среди демократов, когда диктаторы имеют явное военное превосходство, и жертвы, и разрушения среди собственного народа становятся недопустимыми. В таком случае появляется сильный соблазн использовать любую другую возможность, которая способна помочь демократам достичь некоторых своих целей, и при этом положить конец цепи насилия и насильственных контрмер. Предложение мира путем переговоров с демократической оппозицией со стороны диктатуры, естественно, не является искренним. Насилие может быть прекращено в любой момент самими диктаторами, если только они остановят войну против собственного народа. То есть переговоры никакие не надо, вся проблема в диктаторе. Ему достаточно просто взять и прекратить давление, не раскрутить гайки и все. Поэтому те, кто считает реально, что переговоры там решат что-то, ну, это вот как раз описано здесь, что все может решиться и без них. Без всяких переговоров и по собственной инициативе они могут восстановить уважение, достоинство и прав человека. Освободить политических заключенных, прекратить пытки, остановить военные действия, выйти из правительства и принести свои извинения народу. Когда диктатура сильна, но существует раздражающее сопротивление, диктаторы могут решить провести переговоры с оппозицией, чтобы заставить ее сдаться под предлогом заключения мира. Призыв к переговорам может оказаться привлекательным, но в ходе переговоров может возникнуть серьезная опасность. С другой стороны, если оппозиция исключительно сильна и представляет сильную угрозу диктатуре, диктаторы могут предложить переговоры, чтобы сохранить за собой как можно большую часть власти или богатства. Ну, то есть обманом, хитростью попытаться что-то выторговать. Хотя они как бы уже в проигрышном положении и не им диктовать условия. В любом из этих случаев демократы не должны помогать диктаторам достичь своих целей. Демократам необходимо остерегаться ловушек, намеренно поставленных диктаторами в ходе переговоров. Призыв к переговорам, когда ставкой являются вопросы политических свобод, может оказаться попыткой диктаторов заставить демократов мирно сдать позиции при сохранении насилия со стороны диктатуры. В такого рода конфликтах переговоры могут сыграть единственную роль в конце решительной борьбы, в ходе которой власть диктаторов уничтожена и они пытаются безопасным путем добраться до международного аэропорта. Да, вопросы власти и справедливости в переговорах. Если данный тезис представляется слишком жестким для обсуждения темы переговоров, необходимо умерить нереальные представления о них. Требуется четкое понимание того, как проводятся переговоры. Переговоры не означают, что две стороны садятся за стол и на основе равенства обсуждают и разрешают противоречия, которые вызвали конфликт между ними. Необходимо помнить о двух фактах. Во-первых, в ходе переговоров содержание возможного соглашения определяется несравнительной справедливостью конфликтных взглядов и целей. Во-вторых, содержание возможного соглашения во многом определяется реальной силой каждой из сторон. То есть то, что сели за переговоры, это еще не значит, что конкретно речь идет о сдаче диктатуры и о чем-то еще. Могут идти переговоры по каким-то незначительным вопросам, к примеру. А во-вторых, то, что сели за переговоры, это не значит, что будет достигнута какая-то цель или даже компромисс. Если диктатура значительно сильнее, а оппозиционные демократические силы слишком слабые, то они не достигнут ничего. Переговоры изначально провальны. Необходимо учитывать несколько трудных вопросов. Что может сделать каждая из сторон позднее для достижения своих целей, если другая сторона не пойдет на соглашение за столом переговоров? Что может сделать каждая из сторон после заключения соглашения, если другая сторона нарушит свое слово и использует имеющиеся в наличии силы для достижения своих целей, несмотря на соглашение? То есть диктатор может сесть на переговоры, сказать, да-да-да, переговоры, все, подписать, согласиться, сказать, все, нормально, я сдаюсь, все делаю, давайте, там, распускайте сопротивление, а он потом чек, и все, и нарушил. То есть говорит, да, я согласен, а сам делает все наоборот. То есть, ну, вы же ничего не можете сделать. Вот я и буду делать, вот и все. Разрешение проблемы путем переговоров не достигается оценкой справедливости обсуждаемых проблем. Хотя это и может послужить предметом интенсивных обсуждений. Реальные результаты переговоров возникают из оценки абсолютной и сравнительной силой сторон в переговорах. Что могут сделать демократы, чтобы их минимальные требования не были отвергнуты? Что могут сделать диктаторы, чтобы сохранить власть и нейтрализовать демократов? Другими словами, если соглашение достигается, то в основном в результате того, что каждая из сторон сравнивает свои возможности с возможностями противоположной стороны и определяет, к чему может привести открытая борьба. Необходимо также уделить внимание тому, какие уступки готовы сделать каждая из сторон, чтобы достичь соглашения. В успешных переговорах присутствует компромисс. Взаимные уступки каждая из сторон получает часть того, чего добивается, и уступает часть своих требований. Что могут уступить диктаторам продемократические силы в случае крайне выраженной диктатуры? С какими целями диктаторов могут согласиться продемократические силы? Должны ли демократы оставить диктаторам, будь то политическая партия или военная клика, конституционно закрепленную постоянную роль в будущем правительстве? В чем тут заключается демократия? Даже предположив, что переговоры пройдут успешно, необходимо задаться вопросом, какого рода мир наступит, станет ли жизнь лучше или хуже, чем могла бы быть в случае начала или продолжения борьбы демократами. Уступчивые диктаторы Диктаторы могут иметь различные мотивы и цели для закрепления своего господства – власть, положение, богатство, перестройка общества и т.д. Нельзя забывать, что ни одна из этих целей не будет достигнута, если они лишатся своего доминирующего положения. В случае переговоров диктаторы будут пытаться сохранить за собой то, к чему стремились. Какие бы обещания ни давали диктаторы в рамках соглашения, ни в коем случае нельзя забывать, что диктаторы могут обещать что угодно, чтобы добиться уступок со стороны демократической оппозиции, затем грубо нарушить эти же соглашения. Если демократы дадут согласие прекратить сопротивление в ответ на приостановку репрессий, они могут быть сильно разочарованы. Прекращение сопротивления редко приводит к сокращению репрессий. После устранения воздействия внутренние и внешние оппозиции диктаторы способны сделать угнетение и насилие еще более жестокими, чем ранее. Распад народного сопротивления часто устраняет уравновешивающую силу, которая ограничивает власть и жестокость диктатуры. В таком случае тираны могут предпринимать действия против кого угодно, так как тиран обладает властью ровно настолько, насколько нам хватает силы противиться ей, писал Кришнавал Шридхарани. Так где вопрос ставится по фундаментальным проблемам для изменения положения в конфликтах? В конфликте важно сопротивление, а не переговоры. Почти во всех случаях для лишения диктаторов власти сопротивление должно продолжаться. Успех в большинстве случаев определяется не переговорами о соглашении, а компетентным использованием всех наиболее соответствующих и мощных средств сопротивления. По нашему убеждению, наиболее мощным существующим средством для борьбы за свободу является политическое неповиновение или ненасильственная борьба, о чем подробно говорится ниже. Какого рода мир? Если диктаторы и демократы ведут переговоры о мире, необходимо чрезвычайно четко мыслить, так как это чревато опасностями. Не все, не все, кто употребляет слово мир, добиваются мира, предполагающего свободу и справедливость. Подчинение грубому угнетению и пассивная уступка безжалостным диктаторам, которые зверски обращались с сотнями тысяч людей, не является настоящим миром. Гитлер неоднократно призывал к миру, под которым он понимал подчинение его воле. Мир для диктатора часто означает ничего более, чем мир тюрьмы или могилы. Существуют и другие опасности. В переговорах с благородными намерениями иногда путают цели переговоров или сам процесс ведения переговоров. Кроме того, демократические участники переговоров и иностранные эксперты по переговорам, приглашенные в помощь на переговорах, могут одним махом обеспечить диктаторам легитимность на местном и международном уровне, в который им до сих пор было отказано из-за захвата государственной власти, нарушений прав человека и жестокости. Без законного статуса, в котором они отчаянно нуждаются, диктаторы не могут продолжать править бесконечно. Сторонники мира не должны предоставлять им такого статуса. Источники надежды. Как указывалось выше, лидеры оппозиции могут быть вынуждены вступить в переговоры из-за чувства безнадежности борьбы за демократию. Однако, это чувство безнадежности можно изменить. Диктатура не является вечной. Люди, живущие под метом диктатуры, не должны проявлять слабость. Диктаторам нельзя позволять оставаться у власти бесконечно. Аристотель давно отмечал, что жизнь олигархии и тирании более коротка, чем у любого другого государственного устройства. Нигде тирания не существовала долго. Современные диктаторы также уязвимы. Их слабости можно усугубить и таким образом расшатать власть диктатора. Такие слабости более подробно рассматриваются в главе 4. Современная история выявляет уязвимость диктатур и показывает, что они могут пасть в сравнительно короткий срок. В то время как понадобилось 10 лет с 80-го по 90-е для свержения коммунистической диктатуры в Польше, Восточной Германии и Чехословакии в 89-м году. Это произошло в течение считанных недель. В Сальвадоре, в Гватемале в 44-м году понадобилось примерно 2 недели борьбы в каждой из стран, чтобы покончить с прочно укоренившимися жестокими военными диктатурами. Мощный милитаризованный режим Шаха Ирана был подорван в течение нескольких месяцев. Диктатор Маркос на Филиппинах в 86-м году был свергнут народной властью в течение нескольких недель. А правительство США быстро перестало поддерживать президента Маркоса, когда мощь оппозиции стала очевидной. Попытки переворота в Советском Союзе сторонниками старого режима в августе 91-го года, ГКЧП имеется в виду, попрепятствовали в течение нескольких дней с помощью политического неповиновения. В последствии многие из народов, долгие годы находившихся под властью СССР, вернули себе независимость в течение дней, недель или месяцев. Старое мнение, что силовые действия всегда срабатывают быстро, в то время как ненасильственные средства требуют значительного времени, явно перестало быть справедливым. Хотя может потребоваться немало времени, чтобы изменить глубинную ситуацию и общество, сама борьба против диктатуры с помощью ненасильственных методов иногда протекает сравнительно быстро. Переговоры не являются единственной альтернативой продолжительной войне на уничтожение с одной стороны и капитуляции с другой. Приведенные здесь примеры, также примеры из главы 1, показывают, что существует еще одна возможность для тех, кто добивается мира и свободы политическое неповиновение. Так, перед тем, как перейти к следующей главе, мы посмотрим вопросы из чата. Да, сейчас вопросов пока в чате нет, нас смотрят 4 человека. Итак, перейдем к главе 3. Голова 3. Откуда берется сила? Естественно, добиться свободы мирным путем непростая задача. Она требует большого стратегического умения, организации и планирования. Что важнее всего, она требует силы. Демократы не могут надеяться в сферную диктатуру и добиться политической свободы, без способности эффективно применить собственную силу. Как это можно осуществить? Какую силу может мобилизовать демократическая оппозиция, чтобы она оказалась достаточной для уничтожения диктатуры и ее широкой военной и полицейской системы? Ответ заключается в часто игнорируемом понимании политической силы. Изучить ее сущность не так трудно. Некоторые основные понятия довольно просты. Многие считают, что какие там могут быть у демократии силы? То есть вот у диктатора, да, у него есть милиция, полиция, армия, у него там есть спецслужбы. А какие там демократические силы? Ну вышли там пару хипстеров каких-то, что-то покричали. Ну блин, власть не обратит на это внимание. А вот нифига подобного. Силы огромные на самом деле. Если народ убедить в том, то есть показать ему нелегитимность власти, убедить его в том, насколько она несправедлива, то народ может отказаться, то есть выполнять приказания этой власти. Начнется просто развал и система станет. То есть вот далее автор приводит нам средневековую китайскую сказку, такую легенду о повелителе обезьян. Притча китайского автора Леу Джи, написанная им в 14 веке, например. Весьма четко характеризует забытое понимание политической власти. И вот как она звучит. В феодальном государстве Чу жил старик, который держал в качестве прислуги обезьян. Жители Чу называли его Джу Гонг, то есть повелитель обезьян. Каждое утро старик собирал обезьян в своем дворе и приказывал старейшей обезьяне везти остальных в горы, собирать фрукты с деревьев и кустов. По правилу, каждая обезьяна должна была отдавать одну десятую собранного старику. Тех, кто не давал это, кто не делал этого, безжалостно пороли. Все обезьяны жестоко страдали, но не решались жаловаться. Ничего вам не напоминает это, да? Это XIV век. Однажды маленькая обезьянка спросила остальных, сажал ли старик эти фруктовые деревья и кустарники? Остальные ответили, нет, они сами выросли. Тогда маленькая обезьянка опять спросила, разве мы не можем собирать фрукты без разрешения старика? Остальные ответили, да, можем. Маленькая обезьянка продолжала, тогда почему мы должны зависеть от старика? Почему мы не должны служить ему? Не успела маленькая обезьянка закончить говорить, как все обезьяны внезапно поняли и пробудились. Вот и все, казалось бы, ну какая сила, маленькая обезьянка ж не может перевернуть все сверху, там, старика этого победить. А это и не нужно. Достаточно было просто людям, так сказать, объяснить всю суть положения. Той же ночью, увидев, что старик уснул, обезьяны разрушили барьеры, за которыми их держали, и полностью разрушили чистокол. Они также забрали фрукты, которые старик держал в хранилище, унесли их в лес и больше не возвращались. В конце концов, старик умер от голода. Такая вот легенда. Юлий Зи говорил, некоторые правят своими народами с помощью трюков, а не справедливых принципов. Разве они не похожи на повелителя обезьян? Они не подозревают о своей глупости. Как только их народ образумится, их трюки больше не пройдут. Вот почему так важно просвещение народа. Для того, чтобы люди поняли. Потому что это гораздо опаснее, чем какие-то там выходы на улицы, демонстрации с призывами что-то там сделать, уйти там и тому подобное. Это хорошо на следующих этапах. Гораздо важнее, чтобы народ понял. Итак, необходимые источники политической власти. Принцип прост. Диктаторы нуждаются в помощи людей, которыми они правят. Без этого они не в состоянии обеспечить и сохранить источники политической власти. Такие источники политической власти включают в себя. Авторитет, то есть уверенность людей, что власть является законной, и что их моральный долг подчиняться ей. Человеческие ресурсы. Число и значение лиц и групп, которые подчиняются, сотрудничают или предоставляют помощь правителям. Умения и знания, необходимые режиму для выполнения конкретных действий и предоставляемые сотрудничающими с ними лицами и группами. Нематериальные факторы. Психологические и идеологические факторы, заставляющие людей подчиняться и оказывать помощь правителям. Материальные ресурсы. Степень контроля или доступа правителей к имуществу, природным ресурсам, финансовым ресурсам, экономической системе, а также средствам связи и транспорта. Санкции, необходимые для существования режима и проведения его политики наказания, грозящие или применяемые против непослушных или отказывающихся сотрудничать, чтобы заставить их подчиниться и сотрудничать. То есть это санкции внутренние, которые правительство, диктатор могут применять к своему народу, к тем, кто не подчиняется. То есть тот самый кнут пресловутый. Все данные источники, однако, зависят от принятия режима, от подчинения и послушания населения, от сотрудничества многочисленных людей и многих институтов общества. Их присутствие не может быть гарантировано. Полное, то есть какая бы ни была сильная диктатура, она нуждается в людях. То есть народ без власти может быть. Да, это там будет какая-то анархия, там хаос, но он будет. А вот власть без народа невозможно. Кем они будут править? Правители эти – это паразиты, которые существуют за счет народа. Они не могут жить без народа. А народ без них может. Полное сотрудничество, послушание и поддержка увеличивают число необходимых источников силы и, соответственно, расширяют возможности власти любого правительства. С другой стороны, сокращение сотрудничества с агрессорами и диктаторами со стороны народа и институтов может истощить источники силы, от которых зависят все правители. Без таких источников власть правителей ослабляется и в конечном итоге падает. Ну, тает, как здесь написано. Естественно, диктаторы чувствительны к действиям и идеям, которые угрожают их возможности поступать, как им хочется. Поэтому они предпочитают угрожать и наказывать тех, кто не подчиняется, бастует или отказывается сотрудничать. Однако это еще не все. Репрессии и даже жестокость не всегда обеспечивают возврат к необходимому уровню подчинения и сотрудничества, позволяющему режиму функционировать. Если, несмотря на репрессии, источники силы могут быть ослаблены или перекрыты на достаточное время, первоначальным результатом для диктатуры станут неуверенность и замешательство, затем может последовать явное ослабление власти диктатуры. Со временем исчезновение источников силы может вызвать паралич и бессилие режима, и в серьезных случаях его развал. Власть диктатуры постепенно или быстро исчезнет от политического истощения. Из этого следует, что свободолюбие или тирания любого правительства в большой степени является отражением решимости народа оставаться свободным и его желания и способности противостоять попыткам порабощения. То есть, как было написано выше, диктаторы могут управлять нами ровно в той степени, в какой мы позволяем им это делать. Вопреки распространенному мнению, даже тоталитарные диктатуры зависят от населения и общества, которым они правят. Политолог Карл Дойч в 1953 году отметил, «Тоталитарная власть сильна только тогда, когда ее не нужно слишком часто применять. Если тоталитарную власть приходится использовать постоянно против всего населения, она едва ли останется сильной в течение длительного времени, поскольку тоталитарные режимы требуют больше власти для управления своими подданными, чем другие формы правления. Таким режимам требуется более широкая и надежная привычка к подчинению среди людей. Более того, им приходится при необходимости полагаться на активную поддержку по крайней мере значительной части населения». Английский теоретик права XIX века Джон Остин описал положение диктатуры перед лицом разочарованного народа. Остин утверждал, что если большинство населения полно решимости ликвидировать правительство и для этого готово терпеть репрессии, тогда мощь правительства, включая тех, кто его поддерживает, не спасет ненавистное правительство даже при иностранной поддержке. Остин заключает, что борющийся народ невозможно вернуть к постоянному подчинению и покорности. То есть государство не может победить свой собственный народ. Оно может его подавить, нагнуть, поработить, но если народ решим, такой действует решительно, он такой решим просто до самого конца, идти на смерть и готов освобождаться, то никак его невозможно вернуть к подчинению. Никола Маккиавелли еще ранее утверждал, это XVI век, конец XV, что правитель, для которого все общество является врагом, не может чувствовать себя в безопасности. Чем больше жестокость, тем слабее становится его режим. Политическое применение на практике данных положений продемонстрировано героическими борцами сопротивления в Норвегии против нацистской оккупации. И, как упоминалось в главе 1, мужественными поляками, немцами, чехами, словаками и многими другими, которые оказали сопротивление коммунистической агрессии и диктатуре, и в конце концов способствовали крушению коммунистического правления в Европе. Это, конечно, не новое явление. Случаи ненасильственного сопротивления известны еще примерно с 494 года до н.э., когда плебеи лишили своей поддержки своих римских хозяев-патрициев. Ненасильственная борьба применялась в различные эпохи народами не только Европы, но и Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австролазии и островов Тихого океана. Таким образом, к трем важнейшим факторам, определяющим, до какой степени власть правительство будет контролировать или оставаться бесконтрольной, относятся 1. Относительное стремление населения устанавливать границы власти правительства, 2. Сравнительная способность независимых организаций и институтов, подданных коллективно, перекрывать источники силы, 3. Относительная способность – это 3. Население отказываться, отказывать в согласии и поддержке. Центры демократической власти. Одной из характеристик демократического общества является существование множества неправительственных групп и институтов, независимых от государства. Например, сюда входят семьи, религиозные организации, культурные ассоциации, спортивные клубы, экономические институты, профсоюзы, ассоциации студентов, политические партии, деревни, ассоциации по месту жительства, кружки садоводов, правозащитные организации, музыкальные группы, литературное общество и другое. Такие органы важны преследованием собственных целей, а также помощью в достижении социальных целей. То есть это все в совокупности является гражданским обществом. То есть горизонтальные сильные связи разных организаций, не связанных с правительством и, так сказать, цели которых отличаются между собой. Все они в идеале должны уравновешивать как власть правительства, то есть не допускать диктатуры, так и цели друг друга. То есть когда существует какая-то одна организация, мощная монополия, то, естественно, она может диктовать свою волю как захочет. А когда организаций разных независимых много, то они, естественно, друг друга уравновешивают, и это и приводит к свободе. Если тебя там в одной какой-то организации, например, нарушили твои права, то ты можешь обратиться в другую какую-то, чтобы там тебе помогли, потому что это другие люди с другими целями, то есть они не связаны с теми и не заинтересованы, как говорится, их помогать. А если там отказали, ты можешь пойти в третью или обратиться к какой-то еще международной там организации, которая вообще тут не при делах, и они тебе помогут. А когда только одна, границы закрыты, все закрыто, ну, сами понимаете. В этом проблема, главное, политических монополий. Кроме того, данные органы имеют большое политическое значение. Они обеспечивают групповую и институциональную основу, с помощью которой люди могут оказывать влияние на управление обществом или препятствовать другим группам или правительству, когда те несправедливо ущемляют их интересы, препятствуют деятельности или достижению целей. Отдельные лица, не являющиеся членами таких групп, обычно не могут оказывать значительное влияние на остальную часть общества, не говоря уже о правительстве и, конечно же, диктатуре. Это к вопросу тем, что некоторые, например, говорят, что, ну, зачем, вот, там, организации, какие-то партии, вот ты недоволен, там, да, вот ты, типа, и есть оппозиция, вот ты, там, можешь что-то выйти и высказать свое мнение. Да твое мнение одного человека никто слушать не будет. И обращения одного человека даже никто особо рассматривать не будет, особенно в диктаторском государстве. А когда людей много, когда они организованы, то это уже какая-то сила. Соответственно, если автономия и свобода таких органов отбираются диктатурой, население становится сравнительно беспомощным, ну, как у нас, например. Кроме того, если подобные институты сами могут находиться под диктаторским контролем центрального режима или заменяться новыми подконтрольными организациями, их можно использовать для господства как над отдельными членами, так и над слоями общества. Ну, самый явный пример для Беларуси это профсоюзы, например. Изначально профсоюзы это такие добровольные организации рабочих, где они сами там объединялись и отстаивали свои интересы коллективно перед государством, там, перед работодателями. А что мы видим сейчас? Вот эти так называемые государственные эти профсоюзы, которые вообще ничьих интересов не отстаивают. То есть это фейковые, бессмысленные. Ну, вот, пожалуйста, это пример замены, проникновения, так сказать, государства в эту сферу и подмена. Однако, если можно сохранить или возвратить автономию и свободу таких независимых гражданских институтов, находящихся вне контроля правительства, они становятся весьма важными для применения политического неповиновения. Общей чертой приведенных примеров уничтожения или ослабления диктатуры является решительное массовое применение политического неповиновения со стороны населения и его институтов. Как говорилось выше, данные центры силы обеспечивают институциональную основу, с помощью которой население может оказывать давление или сопротивление диктаторскому правлению. В будущем они станут частью важнейшей структуры основы свободного общества. Таким образом, сохранение их независимости и развития часто являются обязательными условиями успеха освободительной борьбы. Если же диктатура с успехом уничтожила или поставила под контроль независимые органы общества, важно, чтобы борцы создали новые независимые социальные группы, институты или вернули демократическое управление оставшимися или частично контролируемыми органами. То есть, ну, простой пример. Сейчас, например, государство захватило средства массовой информации, теле, радиоканалы и, к примеру, профсоюзы и все. Но смотрите, что придумало население и борцы с режимом. То есть, они создали альтернативные источники, блоги в интернете, различные сервера, каналы, группы, то есть, социальные какие-то сети используются для этого. То есть, это по сути альтернатива. И, например, БТ, здравомыслящие люди, как правило, ну, не смотрят. Только используют для того, чтобы там что-то смонтировать, например, в видеоролики свои вставить. Но не более того. Все смотрят нормальные люди, альтернативные источники информации, где можно узнать больше правды. В отличие от государственного телевидения. Итак, во время Венгерской революции 56-57 годов возникло множество истинно демократических советов, которые даже объединялись друг с другом, образовав за несколько недель целую объединенную систему институтов и органов самоуправления. В Польше в конце 80-го года рабочие создали подпольные профсоюзы «Солидарность» и в некоторых случаях брали под контроль официальные профсоюзы, находящиеся под коммунистическим управлением. Такие институциональные изменения могут иметь весьма важные политические последствия. Естественно, сказанное не означает, что ослабление и уничтожение диктатуры – легкая задача, или что каждая попытка уменьшается успехом. Конечно, это не означает, что борьба не приведет к жертвам, так как служители диктаторов будут давать отпор в попытке заставить население возобновить сотрудничество и послушание. Однако приведенный выше анализ власти означает, что преднамеренное уничтожение диктатуры возможно. Диктатура обладает характерными особенностями, которые делают ее весьма уязвимой к умело применяемому политическому неповиновению. Рассмотрим данные особенности более подробно. Итак, перед началом чтения 4-й главы посмотрим снова в чат. Такое чувство, что читаешь про Беларусь. Все точь-в-точь. Да, при том, что Далф это было написано в начале 93-го года. И не конкретно про Беларусь. А это писал американец. Про вообще режимы разные. То есть, ну, в том и ценность этой книги. В том и состоит ее ценность. Итак, продолжим. Слабости диктатуры. Диктатура часто представляется неуязвимой. Служба разведки, полиция, вооруженные силы, тюрьмы, концентрационные лагеря и карательные отряды, подконтрольные нескольким представителям власти. Финансы страны, ее природные ресурсы и производительные мощности часто произвольно разоряются диктаторами для осуществления своей диктаторской воли. Ну, это мы знаем. Продажа земель всяким катарским шейхам, сдача водоемов в аренду тем, кто их разграбляет, постройка вредных производств иностранными компаниями разными. Да-да. Напротив, демократические оппозиционные силы часто представляются чрезвычайно слабыми, неэффективными и безвластными. Такое восприятие неуязвимости в сравнении с беспомощностью делает эффективную борьбу маловероятной. Нахождение ахиллесовой пяты. Так, миф из греческой классики хорошо иллюстрирует уязвимость якобы неуязвимых. Ахиллеса невозможно было ранить, не мог бы ранить меч, не проникал в его тело. По преданию, еще в детском возрасте мать Ахиллеса искупала его в водах волшебной реки Стикс, что предохраняло его тело от всех опасностей. Однако оставалась одна проблема, поскольку ребенка держали за пятку, чтобы его не унесло течением. Волшебная вода не омыла эту часть его тела. Когда Ахиллес вырос, все считали его неуязвимым для вражеского оружия. Однако в битве против Трои вражеский солдат, по указанию тех, кто знал слабости Ахиллеса, нацелил стрелу в его незащищенную пятку, единственное место, в которое можно было его ранить. Рана оказалась смертельной. Сегодня выражение Ахиллесова пята означает уязвимое место человека, плана или учреждения, которое не защищено в случае нападения. Тот же принцип относится и к безжалостным диктатурам. Они также могут быть разгромлены быстро и при минимальных потерях, если их слабости определены и атака сосредоточена именно на них. Итак, какие слабости перечислены здесь? Сотрудничество множества людей, групп или институтов, необходимых для управления системой, может быть ограничено или прекращено. То есть даже если правит единоличный диктатор, все равно существуют какие-то ведомства, министерства, группы, в которых работает множество людей, они между собой контактируют, согласуются и так далее. То есть если все это нарушить, то может рухнуть вертикаль. Два требования и результаты прошлой политики режима несколько ограничивают его способность вырабатывать и проводить в жизнь конфликтную политику в настоящее время. То есть великий вождь сказал вот чего-то там и все начали это выполнять, а потом ситуация поменялась, но вождь уже так не может иногда сказать прям по-другому. То есть ему надо постепенно к этому подвести и естественно его, так сказать, помощники, которые видят ситуацию, но они не могут пойти против воли, потому что как бы идеология это идеология. Даже видя, что ситуация изменилась, мировая политическая, им часто приходится следовать заданные идеологии, потому что ну нельзя показать себя, что они прям открыто нарушают. Система в своем функционировании может стать инертной и менее способной быстро адаптироваться к новой ситуации. Это три. Четыре. Люди и ресурсы, уже выделенные для выполнения существующих задач, не могут быть легко перенаправлены на выполнение новых требований. Подчиненные, боясь вызвать недовольство начальства, могут давать неточную или неполную информацию, необходимую для принятия решений диктаторами. Идеология может стать расплывчатой, а мифы и символы системы шаткими. Если существует сильная идеология, влияющая на восприятие реальности, строгая приверженность ей может вызвать невнимание к действительным условиям и потребностям. 8. Снижение эффективности и компетентности бюрократического аппарата или чрезмерный контроль и регулирование могут сделать неэффективными политику и функционирование системы. 9. Внутренние институциональные конфликты и личное соперничество и вражда могут повредить или даже нарушить функционирование диктатуры. Да, какой бы там диктатура не выглядела целостной, все равно там работают разные люди, там идет борьба в верхах за внимание, за ресурсы, за внимание диктатора, за то, чтобы занять получше места. Да, соответственно, там МВД может с КГБ бороться или там еще с кем-то, какие-то руководители в верхах, разные бизнес-кланы, бизнес-структуры между собой. Они все служат режиму, выполняют его волю, но они могут бороться между собой. Такие конфликты и их разжигание, то есть, чтобы подхлестывание их, оно может быть полезно. То есть, оно ослабляет действия диктатуры на народ и может содействовать, так сказать, ее падению. Интеллигенция и студенты могут проявлять беспокойство в ответ на складывающиеся условия, ограничения, доктринерства и репрессии. 11. Общество в целом со временем может стать апатичным, скептическим или даже враждебным по отношению к режиму. 12. Могут обостриться региональные, классовые, культурные или национальные конфликты. 13. Иерархия власти, диктатуры всегда, до некоторой степени, нестабильна, а временами чрезвычайно нестабильна. Отдельные лица не только сохраняют свое положение в системе, они продвигаются в должности или переводятся на другие посты, или же устраняются и заменяются другими лицами. 14. Отдельные округи полицейских или вооруженных сил могут действовать в собственных интересах, даже против воли авторитетных диктаторов, авторитарных диктаторов, включая переворот. 14. То есть, пожалуйста, диктатор авторитарный для борьбы с народом чрезмерно усиливает силовые структуры, МВД, КГБ и прочее. То есть им дается большая вольница, большие средства. В итоге они понимают, что от них многое зависит, им многое прощается, они начинают действовать в своих интересах. То есть все больше, больше, больше. И в итоге они могут переходить границы дозволенного, даже уже делать то, что диктатору не нравится. Но всегда ли он будет способен их остановить? То есть потому что в таком случае, что он может им противопоставить? Если он начнет их прессовать, то у них может возникнуть желание сместить диктатора и взять всю власть под контроль. Потому что он станет для них уже помехой. Он будет мешать уже осуществлению их действий. И наоборот, народ может воспользоваться этим, например, и такой вот борьбой внутренней и свергной диктатурой. Для новой диктатуры требуется время, чтобы укрепить свое положение. Это 15. 16. Поскольку решения в рамках диктатуры принимаются весьма немногими людьми, вероятны ошибки в суждениях, политике или действиях. 17. Если режим в попытках избежания таких ошибок прибегает к децентрализации контроля и принятии решений, его контроль над центральным уровнем власти может быть еще более ослаблен. Атака на слабости диктатуры. То есть как использовать перечисленные выше слабости? Зная о таких естественных слабостях, демократическая оппозиция может попытаться намеренно еще более ослабить Эхилесову пету, чтобы добиться конкретных изменений системы или разрушить ее. В таком случае вывод ясен. Несмотря на кажущуюся мощь, все диктаторы имеют слабости. Внутреннюю неэффективность, личную вражду, институциональную неэффективность, конфликты между организациями и ведомствами. Такие способы со временем имеют тенденцию снижать эффективность режима и делать его уязвимым к изменению условий и решительному сопротивлению. Не все, что режим планирует, исполняется. Временами, например, даже прямые приказы Гитлера не выполнялись, так как его подчиненные в иерархии отказывались их выполнять. Иногда диктаторский режим даже может быстро развалиться так, как было отмечено выше. Это не означает, что диктатура может быть уничтожена без риска и жертв. Любой курс борьбы за освобождение предполагает риск и потенциальное страдание и требует времени для осуществления. Кроме того, естественно, что никакие действия не гарантируют быстрый успех в любой ситуации. Однако борьба, направленная на определенные слабости диктатуры, имеет больше шансов на успех, чем та, которая нацелена на наиболее сильные стороны диктатуры. Вопрос в том, каким образом такая борьба ведется. Так, прежде чем приступить к чтению пятой главы, предлагаю немножко, скажем так, расслабиться и посмотреть небольшой фильм, который я собрал на нескольких последних митингах в этом году. Продолжение следует... 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 Спасибо большое. Спасибо. 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 Поехали. Спасибо. 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 Срочки. В то же время открытые неповиновения и оппозиционные публичные демонстрации и забастовки могут проводиться у всех на виду. С другой стороны, если диктатура уязвима для экономического давления или многие жалобы населения являются экономическими, в таком случае необходимо подходящими методами сопротивления могут оказаться экономические действия, такие как байкоты или забастовки. Попытки диктаторов использовать экономическую систему можно встретить общими забастовками ограниченного масштаба, замедленной работой и отказом работать или исчезновением незаменимых специалистов. Селективное использование различных типов забастовок можно использовать в ключевых моментах производства, транспортировки, поставки сырья и распределения продукции. Некоторые методы ненасильственной борьбы требуют от людей совершать поступки, не связанные с их повседневной жизнью, например, раздавать листовки, издавать подпольную прессу, объявлять голодовку или устраивать сидячие забастовки на улице. Такие методы для некоторых людей могут оказаться трудными, кроме исключительных ситуаций. Но тут надо сделать одну небольшую поправку. Эта книга была написана в 1993 году на основе старых данных начала 90-х, 80-х годов и более ранних. То есть, когда не было интернета. Сейчас, в эпоху интернета, раздача листовок и издания подпольной прессы это уже какая-то архаика практически. Это уже не обязательно делать. Есть более совершенные и эффективные методы. Другие методы ненасильственной борьбы, наоборот, требуют, чтобы люди продолжали жить своей нормальной жизнью, хотя и на другой манер. Например, люди приходят на работу вместо забастовки, но намеренно работают медленнее и менее эффективно, чем обычно. Более часто возникают преднамеренные ошибки. Кто-то в определенный момент заболел или не может работать, или же можно просто отказаться работать. Кто-то может участвовать в религиозной церемонии, когда данные действия выражают не только религиозные, но и политические убеждения. Люди могут совершать действия по защите детей от пропаганды путем обучения на дому или на подпольных курсах обучения. Некоторые могут отказаться вступить в определенные рекомендуемые или требуемые организации. В нашем случае это БРСМ и всякие, в которые не было свободного приема в прошлом. Подобие таких типов действий обычной деятельности людей и ограниченное отклонение от их нормальной жизни могут намного облегчить людям участие в национальной освободительной борьбе. Поскольку ненасильственная борьба и насилие осуществляются принципиально различными способами, даже ограниченное насильственное сопротивление в ходе кампании политического неповиновения будет вредным, так как сдвинет борьбу в область, в которой диктатура имеет подавляющее преимущество вооружения. Дисциплина ненасильственных действий является ключом к успеху и должна поддерживаться, несмотря на провокации и жестокости диктаторов и их посредников. Соблюдение дисциплины ненасильственных действий против противников, применяющих насилие, способствует работе четырех механизмов изменения ненасильственной борьбы. Они описаны ниже. Дисциплина ненасильственных действий также чрезмерно важна в процессе политического джиу-джитсу, то есть применение силы противника против него в данном процессе. Откровенная жестокость режима против явно ненасильственных действий оппозиции наносит политический удар по оппозиции диктаторов, вызывая недовольство в их собственных рядах, а также укрепляя поддержку участников сопротивления среди населения вообще, обычных сторонников режима и третьих лиц. Однако в некоторых случаях ограниченное насилие против диктатуры может оказаться неизбежным. Гнев и ненависть к режиму могут привести к разрыву насилия. Кроме того, некоторые группы могут не согласиться остановить насильственные действия, хотя и признают важную роль ненасильственной борьбы. В таких случаях нет необходимости отказываться от политического неповиновения, однако требуется как можно дальше развести насильственные действия и ненасильственные. Это необходимо сделать в отношении географического нахождения групп населения, времени и целей проведения, чтобы не дискредитировать борцов, которые не используют насилие, чтобы на них не свалили потом типа «вот, смотрите, это вы там делаете». Нет, те фрики, которые используют конкретно насильственные действия, они должны быть выделены, то есть предоставлены сами себе, от них надо дистанцироваться как можно дальше, чтобы, так сказать, не запятнать свою репутацию. В противном случае насилие может оказаться губительный эффект на потенциально гораздо более мощное и успешное использование политического неповиновения. Исторические данные показывают, что хотя в ходе политического неповиновения можно ожидать жертв и пострадавших, их число будет гораздо меньше, чем число жертв при вооруженных действиях. Кроме того, данный тип борьбы не продлевает бесконечный цикл убийств и жестокости. Ненасильственная борьба предполагает и имеет тенденцию утраты боязни правительства или его репрессий, или приобретения большей способности совладать с ней. Такая утрата боязни или совладание с ней является ключевым элементом уничтожения власти диктаторов над всем населением. Открытость, секретность и высокие стандарты. Секретность, обман и подпольная деятельность представляют собой весьма трудную проблему для движения, использующего ненасильственные действия. Часто невозможно скрыть от политической полиции и секретных служб свои намерения и планы. С точки зрения перспектив, движение секретность не только связана со страхом, она способствует возникновению чувства страха, что гасит дух сопротивления и сокращает число людей, которые могут участвовать в данной акции. Секретность также способна вызвать подозрения и обвинения, часто несправедливые внутри движения в отношении того, кто является информатором или агентом противника. Что, кстати, часто используют у нас. Все друг на друга валят, ты КГБшник, нет, ты КГБшник, ты сотрудничай с режимом, а ты там за режимом, то есть вот это все. И режим активно, так сказать, способствует разделению в демократических силах, чтобы была всеобщая паранойя. Все друг другу не доверяли, друг друга боялись и, так сказать, чтобы как можно меньше людей вовлекалось в борьбу и все видели друг в друге недоверенных людей, а каких-то там, не знаю, врагов или возможных пособников режима, как говорится, разделяй, властвуй, да, и запугивай. В отличие от нее открытость намерений и планов не только оказывает противоположные действия, но и помогает создать впечатление, что движение сопротивления является весьма мощным. Конечно, проблема более сложна по сравнению с тем, какой она представляется на первый взгляд. И в действиях сопротивления имеются важные аспекты, требующие секретности. В конкретной ситуации для тех, кто посвящен в динамику ненасильственной борьбы и знает о средствах наблюдения диктатуры, требуется оценка, основанная на надежной информации. Редактирование, печатание и распространение подпольных публикаций, использование нелегального радиовещания внутри страны и сбор, разъед данных об операциях диктатуры являются специальными действиями ограниченного масштаба, требующими высокой степени секретности. Поддержание высокой дисциплины в ненасильственных акциях требуется на всех стадиях конфликта. Такие факторы, как бесстрашие и поддержание дисциплины ненасильственных действий требуются всегда. Важно помнить, что для осуществления конкретных изменений часто требуется участие большого количества людей. В то же время, такое количество людей в качестве надежных участников можно привлечь лишь поддерживая высокие стандарты организации движения. А у нас, к сожалению, очень часто как раз таки организации и дисциплины нет. То есть люди могут прийти, собраться может большая толпа, 50-100 тысяч. Но многие люди пришли, типа, ну вот, мы вышли что-то там делать, а что делать? То есть люди не проинструктированы, не организованы. Они знают, куда во сколько надо прийти, а дальше что? Вождь, лидер их поведет и там видно будет. И вот в этом проблема. То есть организованность и дисциплина это очень важно, чтобы не было провокаций и чтобы каждый знал заранее, приходя свое место и свою роль во всех действиях. Изменение соотношения сил. Стратегам необходимо помнить, что конфликт с применением политического неповиновения является постоянно меняющимся полем борьбы с непрерывным взаимодействием действий и противодействий. Нет ничего статичного. Соотношение сил, как абсолютное, так и относительное, может постоянно и быстро меняться. Это становится возможным, если участники сопротивления упорно продолжают ненасильственные действия, несмотря на репрессии. Вариантов соотношений сил участвующих сторон в такого рода конфликтной ситуации значительно больше, чем в конфликтах с применением насилия. Они возникают быстрее и имеют гораздо более разнообразные политически значимые последствия. Благодаря такому разнообразию, конкретные акции участников сопротивления могут иметь последствия, далеко выходящие за рамки определенного времени или места проведения. Такие последствия будут отзываться эхом и способствовать усилению или ослаблению той или иной группы. Кроме того, группа, применяющая ненасильственные действия, может оказывать влияние, увеличивающая или уменьшающая относительную силу группы противника в значительно большей степени, чем в вооруженных конфликтах. Например, дисциплинированное мужественное ненасильственное сопротивление перед лицом жестокости диктаторов может вызвать обеспокоенность, недовольство, неуверенность или в наиболее серьезных ситуациях даже восстание среди собственных солдат-диктаторов и населения. Данное сопротивление также может привести к широкому международному осуждению диктатуры. Кроме того, умелое, дисциплинированное и последовательное использование политического неповиновения может привести к все более широкому участию в сопротивлении людей, которые обычно оказывают пассивную поддержку диктатуре или, как правило, остаются нейтральными в конфликте. То есть вовлечь аполитичных людей, которые просто живут, ну, они сами активно не борются, но если они увидят, что развернулась широкая борьба, то, конечно, они будут на стороне, так сказать, своих, а не диктатора. Четыре механизма изменений. Итак, ненасильственная борьба вызывает изменения четырьмя способами. Первый механизм наиболее вероятен, хотя были случаи его проявления. Если члены группы противника эмоционально тронуты страданиями от репрессий против мужественных участников ненасильственного сопротивления или рационально убеждаются в справедливости дела движения сопротивления, они могут принять цели участников сопротивления. Данный механизм называется переменной убеждений. Хотя случаи переменной убеждений в ходе ненасильственных акций случаются, это происходит редко и в большинстве конфликтов не наблюдается или встречается не в широких масштабах. Ну, то есть какой-нибудь полицейский, может, там перейдет на сторону протестующих или какой-нибудь мелкий чиновник там, но полагаться, что приверженцы диктатуры открытые, они вдруг переметнутся на сторону, ну, это глупо. По идеологическим имеется в виду цели. Не тогда, когда поражение уже очевидно и они будут спасать, так сказать, свою жопу. Нет. А именно по идеологическим имеется здесь в виду. Гораздо чаще ненасильственная борьба приводит к такому изменению конфликтной ситуации общества, что противник быстро не может поступать так, как хотел бы. Именно такое изменение вызывают остальные три механизма. Приспособления, ненасильственные принуждения и разрушения, которые из них возникают, зависят от той степени, в которой относительное и абсолютное соотношение сил меняется в пользу демократов. Если на повестке дня стоят вопросы, не имеющие фундаментального характера, требования оппозиции в ходе ограниченной кампании не рассматриваются как угрожающие, а противостояние в некоторой степени изменило соотношение сил, данный конфликт может привести к заключению соглашения, сделки или компромиссу. Данный механизм называется приспособлением. Например, многие забастовки заканчиваются именно так, когда каждая из сторон добивается некоторых из своих целей, но ни одна не получает всего. Правительство может рассматривать такое соглашение в качестве позитивного, например, для ослабления напряженности, создания впечатления справедливости или укрепления международной репутации режима. Поэтому важно тщательно отбирать проблемы, по которым можно заключать соглашение, путем механизма приспособления. Борьба за свержение диктатуры к таким проблемам не относится. То есть это локальные какие-то вопросы. Можно выторговать что-то. Ненасильственная борьба может оказаться гораздо более мощной, чем представляется при рассмотрении механизмов переменной убеждений или приспособления. Массовый отказ в сотрудничестве и неповиновение могут настолько изменить социальную и политическую обстановку, особенно соотношение сил, что способность диктатуры контролировать экономический, социальный и политический процесс, управление обществом на деле исчезает. Вооруженные силы противника могут стать настолько ненадежными, что они просто не могут подчиняться приказам, касающимся репрессий против участников сопротивления. Хотя лидеры противника остаются у власти и по-прежнему преследуют свои изначальные цели, они потеряли способность к эффективным действиям. Это называется ненасильственным принуждением. Ну вот мы видели в Армении, например, когда полиция и армия сначала там начали переходить на сторону протестующих. В некоторых серьезных ситуациях условия, вызывающие ненасильственное принуждение, приводят к еще более значительным результатам. Руководство противника теряет способность к действиям и его собственная структура власти распадается. Самоуправление, отказ сотрудничать и неповиновение участников сопротивления становятся настолько широкими, что у противника не остается даже видимости контроля над ними. Бюрократический аппарат отказывается подчиняться своему руководству. Войска и полиция противника поднимают мятеж, вот да, как мы видели в Армении не так давно. Традиционные последователи противника и населения отказываются от бывшего руководства, отказывая ему в праве управлять. Поэтому их поддержка и подчинение прекращаются. Четвертый механизм изменения и разрушения системы противника настолько полон, что у противника нет даже необходимой силы сдаться. Режим просто разваливается на части. При планировании стратегии освобождения необходимо учитывать данные четыре механизма. Иногда они срабатывают случайно. Однако выбор одного или нескольких таких механизмов изменения в ходе конфликта дает возможность сформулировать конкретные взаимодополняющие элементы стратегии. Выбор механизма или механизмов зависит от множества факторов, в том числе от абсолютного и относительного соотношения сил противоборствующих групп, а также подходов и целей группы, ведущие ненасильственную борьбу. Эффект демократизации политического неповиновения. В отличие от централизованного воздействия силовых санкций, использование методов насильственной борьбы способствует демократизации политического общества по нескольким направлениям. Одна из сторон демократического воздействия является отрицательной. В отличие от средств вооруженной борьбы, данный метод не включает репрессивных мер под руководством правящей элиты, которые можно было бы направить против населения с целью установить или поддержать диктатуру. Лидеры движения политического неповиновения могут оказывать влияние или давление на своих противников, но они не могут бросить их в тюрьму или казнить их за то, что те не согласны с ними или перешли к другим лидерам. Другая сторона эффекта демократизации является положительной. Ненасильственная борьба дает населению средства сопротивления, которые можно использовать для достижения и защиты своих свобод против существующих или потенциальных диктаторов. Ниже приводятся некоторые из положительных элементов эффекта демократизации, связанных с ненасильственной борьбой. Первый опыт ведения ненасильственной борьбы может повысить уверенность в себе населения в противостоянии угрозам режима и его способности противостоять репрессиям, связанным с насилием. Два. Ненасильственная борьба предоставляет средства отказа от сотрудничества и неповиновения, с помощью которых население может оказать сопротивление недемократическому управлению любой диктаторской группы. Ненасильственная борьба может использоваться для утверждения практики демократических свобод, например, свободы слова, свободы прессы, независимых организаций, свободы собраний перед лицом репрессивного управления. Ненасильственная борьба весьма способствует выражению, выживанию, возрождению и укреплению независимых групп и институтов общества, описываемых выше. Они являются важными для демократии, так как способны мобилизовать силу населения и ограничить реальную мощь любого потенциального диктатора. Ненасильственная борьба дает средства, при помощи которых население может оказывать воздействие на репрессивные акции полиции и вооруженных сил диктаторского правительства. Ненасильственная борьба дает методы, с помощью которых население и независимые институты могут в интересах демократии ограничить или перекрыть источники силы правящей элиты, создав угрозу ее способности продолжать властвовать. Сложность ненасильственной борьбы Как можно заметить, из данного обсуждения ненасильственная борьба является сложным инструментом социальных действий, включающим в себя множество методов, ряд механизмов изменений, а также имеющим конкретные требования к поведению. Чтобы стать эффективным, в особенности против диктатуры, политическое неповиновение требует тщательного планирования и подготовки. Будущие участники должны понимать, что от них требуется. Необходимо найти нужные ресурсы. Стратегам необходимо заранее проанализировать, каким образом наиболее эффективно применить ненасильственную борьбу. Переключим наше внимание на этот жизненно важный элемент – необходимость стратегического планирования. Итак, посмотрим на наш чат. Будем работать на коммуналку. Так, чтобы у нас в стране зимой и осенью. Да, это... Далф, между прочим, очень интересно будет узнать, к чему приведет вся вот эта нынешняя политика. Васпас пишет. Будем работать на коммуналку и ливерку. Да, вполне возможно, если хватит даже. На коммуналку может и не хватить. Иван Васильев. Такая нудная книга. Кому как. Нудная, но очень важная. Итак, глава 6. Необходимость стратегического планирования. Компании политического неповиновения против диктатуры можно начинать различными способами. В прошлом такая борьба почти всегда была незапланированной и во многом случайной. Конкретные обиды, с которых начинались акции в прошлом, весьма разнообразны, но они часто сопровождались новой жестокостью, арестом или убийством уважаемой личности, новой репрессивной политикой или приказом, нехваткой продовольствия, неуважением религиозных верований или годовщиной связанного с этим событием. Иногда определенный акт диктатуры настолько приводил в ярость населения, что оно начинало акции, совершенно не представляя, чем они могут закончиться. В других случаях мужественная личность или небольшая группа начинала акцию, которая приводила к поддержке. Конкретная обида может быть воспринята другими как то, что они также испытали на себе, и они также могут присоединиться к борьбе. Иногда отдельный призыв к сопротивлению от небольшой группы или отдельной личности может вызвать неожиданно широкий отклик. Хотя спонтанность несет в себе некоторые положительные качества, она также имеет и недостатки. Часто участники демократического движения не ожидали жестокости диктатуры, не выдерживали страдания и сопротивления, терпело поражение. Временами отсутствие планирования приводило к случайным решениям со стороны демократов с гибельными результатами. Даже если система угнетения была свергнута, отсутствие планирования в организации перехода к демократической системе способствовало возникновению новой диктатуры. По поводу неорганизации, это вот, например, пожалуйста, хороший пример весенние протесты антитунеядские в Беларуси весной 1917 года. Когда даже оппозиция не ожидала такого широкого отклика народного, так сказать, внимания к этой проблеме. То есть вышла огромная масса народа, а планов никаких не было. И поэтому все потерпело поражение. То есть сначала, да, диктатура тоже не ожидала этого, но они очень быстро собрались. И подавили жестокостью насилием эти акции. Реалистичное планирование Незапланированные народные выступления, несомненно, будут играть большую роль в борьбе против диктатуры в будущем. Однако в настоящем существует возможность определить наиболее эффективные способы свершения диктатуры. Определить момент, когда политическая ситуация и настроение народа благоприятны. И выбрать метод начала кампании. В таких обстоятельствах для выбора эффективных путей завоевания свободы требуется весьма тщательный анализ, основанный на реалистичной оценке ситуации и возможностей населения. При наличии желания чего-то достичь, полезно спланировать, как это сделать. Чем важнее цель, или чем серьезнее последствия неудач, тем важнее становится планирование. Стратегическое планирование повышает вероятность того, что будут мобилизованы и эффективно использованы все ресурсы. Это в особенности относится к демократическому движению, которое обладает ограниченными ресурсами, и последователи которого подвергаются опасности, но которое при этом пытается свергнуть мощную диктатуру. В отличие от него, диктатура обычно имеет доступ к обширным материальным ресурсам, обладает организованной мощью и способностью предпринимать жестокие действия. Спланировать стратегию означает рассчитать последовательность действий, которые с большой вероятностью приведут от существующего положения к желаемому положению в будущем, то есть от диктатуры к демократии. Применительно к данной теме это должно привести от диктатуры к будущей демократической системе. План достижения такой цели обычно состоит из последовательности кампаний и других организованных акций, направленных на поддержку угнетенного населения и общества и ослабления диктатуры. Отметим, что целью является не просто свержение существующей диктатуры, а создание демократической системы. Генеральная стратегия, которая ограничивает свои цели, просто свержением существующей диктатуры рискует создать еще одного тирана. Ну или просто вернуть страну в хаос и, так сказать, это может продолжаться потом долгие годы. И никакого значительного успеха не будет. Трудности планирования. Некоторые сторонники свободы в различных частях мира не заботятся о том, чтобы тщательно продумать проблему путей завоевания свободы. Лишь иногда такие энтузиасты признают чрезвычайную важность тщательного стратегического планирования еще до начала действий. В результате планирования почти всегда отсутствует. Почему так происходит? Что люди, которые мечтают обеспечить политическую свободу своему народу, так редко готовят всеобъемлющий стратегический план достижения данной цели. К сожалению, часто большинство членов групп демократической оппозиции не понимают необходимости стратегического планирования, не привыкли или не обучены стратегическому мышлению. Это нелегкая задача. Постоянно преследуемые диктатуры, чрезвычайно загруженные текущими делами, лидеры сопротивления часто недостаточно защищены и не имеют времени для выработки навыков стратегического мышления. Вместо этого распространенной схемой является простая реакция на инициативы диктатуры. Ну, то есть, например, использование негативной повестки. То есть, смотрите, диктатор поднял цены там на хлеб, давайте выйдем там что-то сделаем, остановим это. То есть, это борьба за какие-то мелкие тактические неурядицы. Подняли цены на хлеб. А из-за чего подняли цены на хлеб? Из-за того, что неэффективно работает сельское хозяйство и нет продовольствия. Или экономика нищая, не могут закупить зерно. Но это же не решает проблемы. Ну, вы и добились, например, что диктатор отрежет кусочек бюджета с одного места и переложит его, например, туда и искусственно на время снизит цены. Ну, а дальше что потом? Это же не решение проблемы. Ну, это я так просто привел. Таким образом, оппозиция всегда защищается, стремится сохранить ограниченные свободы или бастионные свободы. В лучшем случае, замедляя установление диктаторского контроля для создания некоторой проблемы для новой политики режима. Конечно, некоторые личности или группы не видят необходимости в широком долгосрочном планировании освободительного движения. Вместо этого, они наивно считают, что если они просто будут настойчиво, твердо и достаточно долго провозглашать свою цель, она каким-то образом осуществится. Другие предполагают, что если они перед лицом существующих проблем просто живут и наблюдают в соответствии со своими принципами и идеалами, то они делают все, что могут для их осуществления. Поддержка гуманных целей и приверженность идеалам – это великолепно, но этого совершенно недостаточно для свержения диктатуры и достижения свободы. Другие противники диктатуры могут наивно считать, что если они будут использовать достаточное насилие, то наступит свобода. Но, как отмечалось выше, насилие не дает гарантии успеха. Вместо освобождения оно может привести к поражению, массовым страданиям или к тому и другому. В большинстве случаев диктатура лучше подготовлена к насильственной борьбе, а военные редко сочувствуют демократам, если вообще такое случается. Существуют активисты, которые чувствуют, что они должны делать, и на этом основывают свои действия, то есть какое-то чутье, интуиция. Такой подход является не только эгоцентричным, он не может дать никакого руководства для создания генеральной стратегии освобождения. Действия, основанные на блестящей идее, пришедшей кому-то в голову, также имеют свои недостатки. Вместо этого требуется действие, основанное на тщательном просчете следующего шага, на пути к свержению диктатуры. Без стратегического анализа лидеры сопротивления часто не могут знать, каков должен быть этот следующий шаг, так как они тщательно не продумали последовательность конкретных шагов, требуемых для одержания победы. Творчество и блестящие идеи весьма важны, но их необходимо использовать для улучшения стратегического положения демократических сил. Прекрасно зная о множестве действий, которые можно предпринять против диктатуры, но не представляя, с чего начинать, некоторые советуют, делайте все одновременно. Это может оказаться полезным, но, конечно, это невозможно, особенно для сравнительно слабых движений. Более того, такой подход не дает подсказки, с чего начать, на чем сосредоточить усилия и как использовать ограниченные ресурсы. Другие личности и группы могут признавать необходимость какого-то планирования, но способны делать это лишь на краткосрочной или тактической основе. Они могут не понимать, что долгосрочное планирование необходимо и возможно. Иногда они не способны мыслить и анализировать стратегически, позволяя себе постоянно отвлекаться на сравнительно мелкие вопросы, часто отвечая на действия противника вместо того, чтобы захватить инициативу в руки демократического движения. Посвящая много усилий к краткосрочным действиям, такие руководители часто не продумывают несколько альтернативных путей борьбы, которые бы направляли общее усилие, постоянно приближая их к достижению цели. Некоторые демократические движения не разрабатывают всеобъемлющую стратегию свержения диктатуры и концентрируют усилия на текущих проблемах по другой важной причине. У них нет внутреннего убеждения в том, что диктатура может быть свергнута их собственными усилиями, поэтому планирование таких действий рассматривается ими как нереальная трата времени или занятие бесполезным делом. Люди, ведущие борьбу за свободу против могущественной и жестокой диктатуры, часто противостоят настолько огромной военной и полицейской мощи, что по их представлениям диктатура способна сделать все по своей воле, но даже без реальной надежды такие люди противостоят диктатуре по причине своей честности и, возможно, для истории. Хотя они никогда этого не признают и, возможно, даже сами сознательно не думают об этом. Их действия представляются им безнадежными, поэтому для них долговременное стратегическое планирование не имеет значения. Результаты такого отсутствия стратегического планирования часто плачевны. Силы движения расплываются, действия неэффективны, энергия тратится на мелкие проблемы, преимущества не используются, а жертвы бесполезны. Если демократы не будут разрабатывать стратегических планов, они едва ли добьются своей цели. Плохой план, случайное сочетание акций не продвинут вперед широкое движение сопротивления. Вместо этого вполне вероятно расширение контроля и власти диктатуры. К сожалению, поскольку все объемлющие стратегические планы освобождения редко или никогда не разрабатываются, диктатура представляется гораздо более стабильной, чем она на деле является. Она может жить годами или десятилетиями дольше, чем могла бы. То есть не потому, что она действительно такая сильная, а именно из-за отсутствия серьезного планирования со стороны демократических сил появляется вот такая иллюзия неуязвимости. Четыре важных термина стратегического планирования. Для целей стратегического мышления необходимо внести ясность в значение четырех основных терминов. Генеральная стратегия является концепцией, которая используется для координации и непосредственного применения всех соответствующих имеющихся ресурсов экономических, человеческих, моральных, политических, организационных и т.д. группы, которая стремится достичь своих целей в конфликте. Генеральная стратегия, в которой главное внимание уделяется целям группы и ресурсам в конфликте, определяет наиболее подходящие методы действий, например, обычные вооруженные действия или ненасильственная борьба, осуществляемых в ходе конфликта. При разработке стратегического плана лидерам движения необходимо оценить и спланировать, какие виды давления и влияния должны быть оказаны на противника. Кроме того, генеральная стратегия должна включать в себя решения по условиям и временным рамкам, в которых требуется проводить начальную и последующие кампании сопротивления. Генеральная стратегия создает основные рамки для выбора более узкой стратегии ведения борьбы. Генеральная стратегия также определяет постановку общих задач конкретным группам и распределение ресурсов между ними для использования в борьбе. Стратегия является концепцией того, как наилучшим образом добиться конкретных целей в конфликте, действуя в рамках генеральной стратегии. Стратегия отвечает на вопросы, вступать ли в борьбу, когда и как ее вести, а также как добиться максимальной эффективности в борьбе за достижение определенных целей. Стратегия иногда сравнивается с замыслом художника, в то время как стратегический план с архитектурными чертежами. Стратегия может также включать в себя усилия по созданию настолько благоприятной стратегической ситуации, что противник убедится в своем неизбежном поражении в случае открытого конфликта и поэтому капитулирует без открытой борьбы. В противном же случае, если не капитулирует благоприятная стратегическая ситуация, обеспечит победу демократов, стратегия также включает действия по использованию одержанных побед. Применительно к ходу самой борьбы стратегический план дает общее представление, как должна развиваться компания и как ее различные компоненты должны сочетаться, чтобы наилучшим образом способствовать достижению ее целей. Это предполагает умелое использование конкретных групп, ведущих акций в операциях более малого масштаба. Планирование мудрой стратегии должно принимать во внимание требования к успешному применению различных избранных форм борьбы в ходе операции. А различные формы борьбы предполагают различные требования. Естественно, просто выполнения требований недостаточно для достижения успеха. Могут потребоваться и дополнительные факторы. При разработке стратегии демократы обязаны четко сформулировать свои цели и определить методы оценки эффективности усилий, предпринимаемых для их достижения. Такое определение и анализ позволяют стратегам составить точные требования для достижения каждой из поставленных целей. Необходимость ясности точно так же касается и тактического планирования. Тактика и методы действий используются для достижения стратегии. Тактика означает умелое использование имеющихся в наличии сил с наибольшей выгодой в невыгодной ситуации. Тактикой является действие ограниченного масштаба, предпринятые для достижения ограниченной цели. Выбор тактики основывается на концепции того, каким образом на определенном этапе конфликта использовать имеющиеся средства борьбы для проведения в жизнь стратегии. Для повышения эффективности следует с постоянным вниманием выбирать и применять тактику и методы, которые способствуют достижению стратегических целей. Тактические победы, которые не ускоряют достижение стратегических целей, могут в конечном итоге оказаться бесполезной тратой энергии. Таким образом, тактика занимается действиями ограниченного масштаба, предпринимаемыми в рамках широкой стратегии, точно так же, как стратегия является частью генеральной стратегии. Тактика всегда связана с борьбой, в то время как стратегия предполагает более широкие действия. Конкретная тактика может быть понятна лишь как часть общей стратегии битвы или кампании. Тактика применяется в более коротких периодах времени, чем стратегия, в более узких областях, географических, институциональных и т.д., более ограниченным числом людей или с более ограниченными целями. При ненасильственных акциях различие между тактической целью и стратегической целью частично зависит от того, является ли цель акции мелкой или важной. Для достижения стратегических целей выбираются наступательные тактические действия. Тактические бои являются средствами создания условий, благоприятных для нанесения решающего удара по противнику. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы те, кто отвечает за планирование и проведение тактических операций, могли умело оценить ситуацию, используя для этого наиболее подходящие методы потенциальные, участники должны быть обучены использованию избранных способов и конкретных методов действий. Метод означает конкретное оружие или средство действия. В рамках способа ненасильственной борьбы такие средства включают в себя десятки определенных форм борьбы, например, многочисленные виды забастовок, бойкотов, отказа от политического сотрудничества и т.д., перечисленных в главе 5. И в приложении также. Разработка надежного и эффективного стратегического плана ненасильственной борьбы зависит от тщательной формулировки и выбора генеральной стратегии и тактики и методов. Основной мыслью данной дискуссии является то, что при тщательном стратегическом планировании сражения диктатуры требуется широко использовать интеллект. Неудача в планировании может привести к катастрофе, в то время как эффективное использование интеллектуальных способностей может создать стратегический ресурс, в котором будут правильно использоваться имеющиеся ресурсы, продвигая общество вперед к целям свободы и демократии. Итак, перед прочтением 7 главы посмотрим чат. Так, мне кажется, дальнейшая судьба РБ будет зависеть от развития событий в РФ. И в Украине, кстати, тоже. Там сейчас очень большая точка кипения людей. Да, Далф, возможно, ты прав. Итак, перейдем к главе 7. Для повышения... Глава 7 называется планирование стратегии. Для повышения вероятности успеха лидерам сопротивления необходимо составить всеобъемлющий план действий по объединению страдающих людей, ослаблению и последующему уничтожению диктатуры и созданию крепкой демократии. Для составления такого плана необходимо тщательное исследование ситуации и пути эффективного действия. Такой тщательный анализ может стать базой для разработки как генеральной стратегии борьбы за свободу, так и стратегии отдельных акций, хотя они и взаимосвязаны. Разработка генеральной стратегии и стратегии отдельных акций являются различными процессами. Стратегии отдельных компаний могут быть детально разработаны только после выработки генеральной стратегии. Такие стратегии должны разрабатываться для достижения и укрепления целей генеральной стратегии. Разработка стратегии сопротивления требует учета множества вопросов и задач. Здесь мы назовем несколько важных факторов, которые должны учитываться как на уровне генеральной стратегии, так и на уровне стратегии отдельной акции. Однако любое стратегическое планирование требует от разработчиков стратегии сопротивления глубокого понимания всей ситуации конфликта, включая рассмотрение физических, исторических, правительственных, военных, культурных, социальных, политических, психологических, экономических и международных факторов. Стратегии могут разрабатываться только в контексте конкретной борьбы и ее подоплеки. Прежде всего, демократическим лидерам и разработчикам стратегии требуется оценить цели и важность дела, стоят ли цели того, чтобы за них бороться, и почему это следует делать. Необходимо определить действительные цели борьбы. Мы уже утверждали, что одного свержения диктатуры или устранения существующих диктаторов недостаточно. Целью данных конфликтов должно служить создание свободного общества с демократической системой управления. Четкость понимания данного вопроса будет влиять на разработку генеральной стратегии и вытекающие из нее отдельные стратегии. В частности, в стратегиях должны содержаться ответы на множество фундаментальных вопросов, таких как Какие основные препятствия стоят на пути к свободе? Какие факторы будут способствовать достижению свободы? На какие основные силы опирается диктатура? Какие слабости имеет диктатура? Насколько уязвимы источники силы диктатуры? Какие силы на стороне демократов и основного населения? Какие слабости имеются у демократических сил и основного населения? И как они могут быть преодолены? Каков статус третьих сторон, непосредственно не вовлеченных в конфликт? Кто оказывает помощь или может ее оказать как диктатуре, так и демократическому движению? А также какими способами? Выбор средств На уровне генеральной стратегии разработчикам необходимо выбрать основные средства борьбы, которые будут использоваться в текущем конфликте Необходимо оценить преимущества и ограничения, присущие альтернативным приемам борьбы Таким как обычные военные действия, партизанская война, политическое неповиновение и другие Делая такой выбор, стратегам необходимо принять во внимание следующие вопросы Соответствует ли избранный тип борьбы возможностям демократических сил? То есть желание там развязать борьбу какую-то военную это одно А способны ли на это демократические силы это другое И то же самое политическое неповиновение Захотеть это одно дело, а вот осуществить возможно ли это или нет Может быть другой способ будет более подходящим Используют ли выбранные приемы борьбы сильные стороны угнетенного населения? На что нацелены данные приемы борьбы? На слабости диктатуры или они атакуют ее сильные точки? Помогают ли избранные средства демократам стать увереннее в своих силах Или же данные средства требуют зависимости от третьих сторон или внешних поставщиков? Какой вклад в свержение диктатуры внесут избранные средства? Они уменьшают или же ограничивают число жертв и масштабы разрушений, которые могут возникнуть в результате развития конфликта? Как повлияют выбранные средства на тип правительства, возникшего в результате предположительного свержения диктатуры? Способы действия, признанные неэффективными, должны быть исключены из-за разработанной генеральной стратегии В предыдущих главах мы утверждали, что политическое неповиновение имеет значительное преимущество по сравнению с другими методами борьбы Стратегам необходимо исследовать конкретную конфликтную ситуацию и определить, может ли политическое неповиновение положительно ответить на выше приведенные вопросы То есть это не значит, что оно везде и всегда должно использоваться и что тем более оно будет одинаково эффективным В одних ситуациях оно будет более эффективным, в других менее Надо все оценивать, каждый конфликт отдельно Это только общая рекомендация Необходимо помнить, что основной целью генеральной стратегии борьбы с диктатурой является не простое свержение диктаторов А установление демократической системы, в которой невозможно появление новой диктатуры Для соответствия данным целям выбранные средства борьбы должны внести вклад в распределение эффективной власти в обществе В условиях диктатуры население и гражданские организации весьма слабы Правительство же слишком сильно Без исправления данного дисбаланса новые правители могут при желании стать такими же диктаторами Поэтому дворцовые и государственные перевороты нежелательны Политическое неповиновение вносит вклад в более равномерное распределение эффективной силы путем мобилизации общества против диктатуры, как это описано в пятой главе Данный процесс может протекать различными путями Разработка ненасильственных возможностей борьбы предполагает, что насильственные репрессии диктатуры более не вызывают страх и подчинение населения Население будет иметь в своем распоряжении мощные средства для противодействия, а иногда и блокирование власти диктатора Более того, мобилизация народных сил через политическое неповиновение усилит независимые организации общества Опыт, единожды примененный эффективной силой быстро, не забывается Знание и опыт, приобретенные в борьбе, снизят вероятность легкого подчинения обществу потенциальным диктаторам Данный сдвиг в соотношении сил в конечном счете намного повысит вероятность установления прочного демократического общества Внешняя помощь В процессе подготовки генеральной стратегии необходимо оценить относительные роли внутреннего сопротивления и внешнего давления при уничтожении диктатуры В данном анализе мы утверждали, что основные силы борьбы должны действовать в самой стране Степень и само наличие международной помощи стимулируются внутренней борьбой В качестве скромного дополнения можно приложить усилия к созданию негативного по отношению к диктатуре мирового общественного мнения На гуманитарных, этических и религиозных основаниях Усилия могут быть направлены на принятие правительственными и международными организациями дипломатических, политических, экономических санкций против диктатуры Санкции могут принимать формы экономических эмбарго и эмбарго на поставку вооружений, снижение уровня дипломатических отношений и разрыва дипломатических связей Запрета экономической помощи, инвестиций в страну с диктаторским правлением Исключение диктаторского правительства из-за различных международных организаций и органов ООН Более того, непосредственно демократическим силам может предоставляться международная помощь, такая как финансовая поддержка и обеспечение средствами связи Разработка генеральной стратегии В соответствии с оценкой ситуации, выбором средств и определением роли внешней помощи, разработчики генеральной стратегии должны создать общий набор набросок возможностей развития конфликта Такой общий план должен охватывать период от текущей ситуации до будущего освобождения и установления демократической системы При создании генеральной стратегии разработчики должны ответить на множество вопросов Следующие вопросы представляют собой типы факторов, более конкретные по сравнению с приведенными ранее Которые необходимо принять во внимание при разработке генеральной стратегии политического неповиновения Первое. Как лучше начать долговременную борьбу? Как угнетенное население может получить достаточную уверенность в себе и силу, чтобы бросить вызов диктатуре? Сначала хотя бы в ограниченном масштабе Как с течением времени и приобретением опыта увеличить способность населения к противодействию и борьбе? Что будет являться целями серии ограниченных кампаний за восстановление демократической власти над обществом и ограничение диктатуры? Существуют ли избежавшие диктатуры независимые организации, которые могут быть использованы в борьбе за свободу? Какие организации в обществе могут быть освобождены от контроля диктатуры? А также какие организации должны быть заново созданы демократами для достижения своих целей и создания демократических сфер? Даже в условиях продолжения диктаторского правления Как укрепить организационную силу во время сопротивления? Как обучать участников? Какие ресурсы, финансы, оборудование и так далее потребуются в процессе борьбы? Какая символика будет наиболее эффективной при мобилизации населения? С помощью каких действий и на какой стадии могут быть постепенно ослаблены и истощены источники власти диктаторов? Как борющееся население будет участвовать в своей борьбе, одновременно создавая необходимый насильственный порядок? Как общество будет удовлетворять свои основные потребности в процессе борьбы? Ну то есть если будет забастовки, все будет парализовано Как будет работать, например, магазины, транспорт и все остальное Это тоже все надо рассчитывать, чтобы хуже не было Как будет поддерживаться социальный порядок в процессе развития конфликта? Каким образом при достижении победы демократическое сопротивление продолжит создание институциональной базы постдиктаторского общества Чтобы переход был как можно более мягким? Необходимо помнить, что для всех освободительных движений против диктатуры нет и невозможно создать эталонный план разработки стратегии Каждая борьба за свержение диктатуры и установление демократической системы будет чем-то отличаться Нет полностью похожих ситуаций Каждая диктатура имеет несколько уникальных характеристик Также различаются возможности населения, борющегося за свободу Разработчики генеральной стратегии должны иметь глубокое понимание Не только данной конфликтной ситуации, но и выбранных для борьбы средств По окончании тщательной разработки генеральной стратегии здравый смысл призывает сделать ее широко доступной Большое количество сторонников, необходимых для действий, будет действовать с большим желанием Если они будут понимать как общую концепцию, так и отдельные инструкции То есть сделать стратегию и распространить ее максимально широко Через интернет, например Такие знания потенциально могут оказать весьма положительное воздействие на их моральный дух Подготовить дух готовности принимать участие и правильно действовать Основные положения общей стратегии в любом случае станут известны диктаторам То есть нет смысла шифроваться, все равно узнают они рано или поздно А вот чтобы люди узнали, это очень необходимо Знание основных положений потенциально может привести их к снижению жестокости репрессий Так как данные репрессии могут иметь политическую отдачу, направленную на их самих Знание отдельных характеристик генеральной стратегии также способно привести к разногласиям и измене в самом лагере диктаторов Приняв генеральный стратегический план свержения диктатуры и установления демократической системы Продемократическим группам необходимо проявить настойчивость в его воплощении Отклонения от начальной общей стратегии должны происходить только в самых редких случаях Необходимость в изменении генеральной стратегии может возникнуть у разработчиков только при полной уверенности, что избранная генеральная стратегия составлена неправильно Либо обстоятельства борьбы претерпели фундаментальные изменения И даже в этом случае это должно делаться только после повторного фундаментального исследования и разработки и утверждения нового, более адекватного стратегического плана Итак, планирование стратегии кампаний, то есть более мелких стратегий Однако, как бы разумно и многообещающе не была разработана генеральная стратегия свержения диктатуры и установления демократии Она не реализуется сама собой Необходимо разработать отдельные стратегии проведения кампаний, нацеленных на подрыв диктаторской власти Такие стратегии, в свою очередь, будут включать совокупность тактических маневров, проводящих решающие удары по диктаторскому режиму Тактика и отдельные методы действий должны тщательно выбираться таким образом, чтобы внести вклад в достижение целей каждой конкретной стратегии Здесь же обсуждаются только вопросы стратегического уровня Стратегии, планирующие основные кампании, как и разработчики генеральной стратегии, должны иметь всестороннее понимание природы и характеристик выбранных способов борьбы Подобно армейским офицерам, которым для разработки военной стратегии необходимо знать структуру сил, тактику, материально-техническое снабжение, снаряжение, герографические условия и т.д Разработчики плана борьбы должны понимать природу и стратегические принципы ненасильственной борьбы Однако ни знания ненасильственной борьбы, ни исследования советом данного способия, ни ответы на приведенные здесь вопросы сами по себе не формируют стратегии Разработка стратегии требует подкрепленного знаниями творчества При планировании стратегий отдельных кампаний сопротивления, а также долгосрочных разработок планов, освободительной борьбы и стратегии должны рассмотреть множество задач и проблем Среди них определение конкретных целей кампании и их вклада в выполнение генеральной стратегии Выбор конкретных методов или политического оружия, наилучшим образом подходящих для воплощения выбранных стратегий В каждом общем плане отдельной стратегической кампании необходимо определить используемые тактические планы меньшего масштаба, которые необходимо применять для давления и помех источникам власти диктатуры Необходимо помнить, что достижение основных целей складывается из-за результатов правильно избранных и воплощенных отдельных мелких шагов Определение того, должны ли быть связаны или как должны быть связаны экономические вопросы с общей политической борьбой Если экономические методы будут широко применяться в борьбе, необходимо уделить внимание установлению их последствий Устранению их последствий после свержения диктатуры В противном случае, если в течение периода перехода к демократическому обществу не будут применены быстрые решения Возникнут разочарования и недовольства Такое разочарование может создать предпосылки к воскрешению диктаторских сил, обещающих положить конец экономическим несчастьям Заблаговременные определения наилучшей руководящей структуры и системы связи для начала борьбы с сопротивлением Какие средства принятия решений и связи будут возможны в течение процесса борьбы для обеспечения непрерывного руководства участниками движения сопротивления и основным населением Доведение новостей сопротивления до основного населения До диктаторских сил и международных средств массовой информации Заявления и репортажи всегда должны строго придерживаться фактов Преувеличение и необоснованные заявления подрывают доверие к сопротивлению Планирование, основанное на собственных возможностях конструктивной и социальной, просветительской, экономической и политической деятельности для удовлетворения потребностей собственного населения в процессе развития конфликта Такие проекты могут реализовываться лицами, непосредственно не принимающими участие в конфликте Определение желательного типа внешней помощи для поддержки отдельной кампании или общей освободительной борьбы Как можно привлечь и использовать внешнюю помощь, при этом не ставя внутреннюю борьбу в зависимости от внешних факторов Необходимо обратить внимание на те внешние группы, помощь которых наиболее вероятна и желательно Например, неправительственные организации, социальные движения, религиозные или политические группы, профсоюзы и так далее Правительство, ООН и ее различные органы Кроме того, разработчики стратегии сопротивления должны принять меры для сохранения порядка и удовлетворения социальных нужд собственными силами во время массового сопротивления диктаторским властям Это не только создаст альтернативные независимые демократические структуры и удовлетворит истинным требованиям, но и снизит доверие к призывам к безжалостным репрессиям, направленным на прекращение беспорядков и беззакония Распространение идеи отказа от сотрудничества В деле успешного сопротивления диктатуре существенным фактором является восприятие населением идей отказа от сотрудничества Как показано в притче «Повелитель обезьян» Основная идея проста Если достаточное число подчиненных категорически отказываются сотрудничать, несмотря на репрессии, тираническая система будет ослаблена и затем рухнет Люди, живущие в условиях диктатуры, могут быть уже знакомы с данной концепцией из различных источников И даже в таком случае демократические силы должны методично распространять и популяризировать идею отказа от сотрудничества В обществе могут распространяться истории о «Повелителе обезьян» или аналогичные истории Они могут хорошо восприниматься После принятия основной концепции отказа от сотрудничества у людей появится возможность понимания важности будущих призывов к практике отказа от сотрудничества с диктатурой То есть люди должны понимать, когда они услышат это, то есть их надо подготовить сначала, чтобы они воспринимали правильно информацию и были отсывчивы, так сказать, к призывам демократических сил Также они смогут сами придумывать множество форм отказа от сотрудничества в новых ситуациях Несмотря на сложности в опасности попыток обмена идеями, новостями, руководствами и по сопротивлению условиях диктатуры, демократы часто показывают, что все это возможно Даже при нацистском коммунистическом режимах члены сопротивления имели возможность общения не только с отдельными лицами, но и с крупными аудиториями путем выпуска нелегальных газет, листовых книг в более поздние годы аудио и видеокассет Общее руководство по сопротивлению могут быть подготовлены и распространены с помощью заблаговременного стратегического планирования В них могут быть описаны случаи и обстоятельства, при которых население будет протестовать и ограничивать сотрудничество, а также возможные способы противодействия проведения данных действий Теперь даже при отсутствии связи с демократическими лидерами и невозможности выпуска или получения конкретных инструкций население будет знать, как действовать в некоторых важных ситуациях Такие руководства также содержат способы выявления поддельных руководств по сопротивлению, выпускаемых политической полицией в целях провокации и дискредитирующих акций Репрессии и контрмеры Разработчикам стратегии необходимо оценивать вероятные меры и репрессии Ну то есть силы диктатуры, они тоже не будут сидеть спокойно, спать и видеть, как готовятся планы, так сказать, по неповиновению Они, конечно, будут этому противодействовать активно Вероятные меры репрессии, в особенности уровень насилия, производимые диктатурой в ответ на действия демократического сопротивления Необходимо определить, как противостоять, нейтрализовывать и избегать возможных возросших репрессий Необходимо предупреждать население и членов сопротивления, чтобы они имели представление о риске сопутствующим участию Если ожидаются серьезные репрессии, необходимо подготовиться к оказанию медицинской помощи раненым членам сопротивления Для предупреждения репрессий хорошей практикой для стратегов является использование тактики и методов, не только подходящих к достижению цели компании Но и к снижению вероятности или возможности жестоких репрессий Например, уличные демонстрации и процессии против диктатуры могут быть весьма эффективными, однако могут стоить жизни тысячам демонстрантов Однако высокая цена, заплаченная демонстрантами, фактически может и не оказать большего давления на диктатуру Чем ситуация, когда все находятся дома или проводят забастовка Либо широкие акции отказа от сотрудничества со стороны гражданских служащих Если предлагается провокационная акция сопротивления с риском трагических последствий Необходимо тщательно сравнить соотношение издержек данной акции и возможных выгод от ее проведения Будут ли участники сопротивления и населения вести себя дисциплинированно и воздерживаться от применения насилия в процессе борьбы? Смогут ли они не поддаться на провокации к насилию? Разработчики планов должны узнать, какие меры должны приниматься Для поддержания дисциплины ненасильственных действий, а также создать защиту от жестокости Будут ли возможными и эффективными такие меры, как поручительство, политические заявления, листовки с призывами к дисциплине Призывы к демонстрации и бойкоту агрессивно настроенных личностей и групп Лидеры всегда должны опасаться присутствия агентов-провокаторов, чья задача сводится к подстрекательству демонстрантов к насилию Верность стратегическому плану С момента появления подробного стратегического плана демократические силы не должны отвлекаться на незначительные меры диктаторов, которые могут создать соблазн отклониться от генеральной стратегии и стратегии конкретной кампании Что приводит к концентрации основной деятельности на незначительных проблемах Никакие мгновенные эмоции, возможно возникшие в ответ на новую жестокость диктатуры, не должны отвлекать демократическое сопротивление от его генеральной стратегии или стратегии кампании Данная жестокость может быть проявлена специально, чтобы спровоцировать демократические силы к отказу от своих тщательно разработанных планов и даже к совершению акций насилия, что облегчает диктаторам уничтожение данных сил С момента признания правильности фундаментального исследования задачи продемократических сил становится постепенное продвижение вперед, изменение в тактике и промежуточных целях Конечно же, возникнут хорошие лидеры, должны быть готовы использовать новые возможности Такие уточнения не должны входить в противоречие с целями генеральной стратегии или целями конкретной кампании Тщательная реализация выбранной генеральной стратегии и стратегии конкретных кампаний в большой мере способствует достижению успеха Итак, посмотрим на чат Дауф пишет, согласен Дауф, согласен с чем? Там много чего было зачитано Хоть, казалось бы, книга в тот же вообще лучше смогла А, тут даже вон целый диалог появился Внимание рассеивается Это можно потом, Далов, переслушивать много раз, понимаешь? Дело не только в прямом эфире Эта книга, по сути дела, останется, то есть как аудиокнига такая, которую можно переслушивать конкретные моменты и думать То есть можешь скачать ее себе Понимаешь, в чем дело? Это просто запись стрима Которая останется, он же никуда не пропадет Итак, восьмая глава Практика политического неповиновения В ситуациях, когда население испытывает бессилие и страх, важно, чтобы первоначальные задачи представляли собой тайные действия, сопряженные с минимальным риском Такой тип действия, например, необычная манера одеваться, может послужить публичной демонстрацией диссидентства и предоставить обществу возможность прямого участия в акциях несогласия В других случаях, относительно мелкое внешнее неполитическое событие, например, борьба за снабжение чистой водой, может привлечь внимание к деятельности группы Стратегии должны быть, должны выбрать деятельность, которая привлекла бы широкое внимание и которую при этом трудно было бы запретить Успех данных ограниченных компаний состоит не только в устранении конкретного недовольства, но и в перестройке сознания населения, которое на самом деле имеет мощный потенциал Большинство стратегий компаний долговременной борьбы должны быть нацелены не на непосредственное и полное свержение диктатуры, а на достижение ограниченных целей Не каждая компания требует участия всех слоев населения При разработке последовательности конкретных компаний, направленных на выполнение генеральной стратегии, стратегии сопротивления должны представлять, как отличаются друг от друга компании, проводимые в начале, в середине и перед самым достижением результата долговременной борьбы Выборочное сопротивление В начальный период борьбы весьма полезными могут быть отдельные компании с различными конкретными целями Такие компании могут следовать одна за другой, иногда две или три из них могут частично совпадать по времени При планировании стратегии для выборочного сопротивления необходимо определить ограниченный круг проблем, вызывающих недовольство и символизирующих общее притеснение со стороны диктатуры Данные проблемы могут стать подходящими целями компании по достижению промежуточных стратегических целей в рамках общей стратегии Промежуточные стратегические цели должны быть достижимы на текущем или предполагаемом уровне влияния демократических сил Это поможет одержать серию побед, полезных для поддержания боевого духа, а также обеспечит благоприятные долгосрочные борьбы и сдвиги в соотношении сил Стратегии выборочного сопротивления должны в основном концентрироваться на конкретных социальных, экономических или политических проблемах Такой выбор может быть сделан для сохранения некоторой части социальной и политической системы вне контроля диктаторов Захвата контроля над некоторой частью, находящейся под диктаторским контролем Или же для препятствования достижению диктаторами отдельных целей Если имеется возможность, компании выборочного сопротивления должны ударять по одному или нескольким слабым местам диктатуры Как это уже обсуждалось выше Таким образом, демократы могут получить наибольший возможный эффект при данном уровне влияния В самом начале стратегии должны спланировать как минимум стратегию первой кампании Что станет ее ограниченными целями Как она поможет осуществить избранной генеральной стратегии Если имеется возможность, благоразумным действием будет выработка хотя бы наброска в стратегии второй и возможно третьей кампании То есть сразу Все эти стратегии должны предназначаться для осуществления избранной генеральной стратегии И проводиться в рамках ее общих указаний Символический вызов В начале новой кампании по подрыву диктатуры первые или первые более или менее конкретные политические действия Могут быть ограничены в своих масштабах Они должны разрабатываться частично для проверки настроения населения и влияния на него А также для подготовки его к продолжению борьбы путем отказа от сотрудничества и политического неповиновения Наличие действия, начальные действия могут принимать форму символического протеста Или могут быть акции ограниченного или временного отказа от сотрудничества Если число участников акции невелико, первоначальная акция может стать, к примеру, возложение цветов в месте символической значимости С другой стороны, если в акции принимает участие весьма большое количество людей Она может принять форму приостановки всей деятельности или нескольких минут молчания В иных ситуациях несколько человек могут объявить голодовку Привести, провести пикетирование места символической важности Устроить краткий бойкот занятий студентами Либо сидячую забастовку в важном ведомстве В условиях диктатуры данные более агрессивные действия, вероятнее всего, будут встречены жестокими репрессиями Некоторые символические акции, такие как занятие площади перед дворцом диктатора Или штабом политической полиции Подвержены высокой степени риска и не могут быть рекомендованы для начала кампании Первоначальные символические акции протеста иногда притягивают широкое внимание национальной и международной общественности Например, массовые уличные демонстрации в Бирме в 88-м году Или собрание и голодовка студентов в 89-м году на площади Тяньаньмэнь в Пекине Большое количество жертв среди демонстрантов в обоих данных случаях указывает на то, что стратеги должны проявлять большую осторожность при планировании кампании Несмотря на огромное моральное и психологическое значение, такие акции сами по себе нежелательны в процессе свержения диктатуры Так как они являются в большой мере символическими и не приводят к изменениям в положении диктаторской власти Обычно в начальный период борьбы невозможно быстро и полностью перекрыть источники власти диктаторов Для свержения и сопротивления режиму путем массового и решительного отказа от сотрудничества потребуется фактически все общество И практически все организации общества, которое недавно было весьма послушно Этого еще не случалось и достигнуть такого результата будет труднее всего Поэтому в большинстве случаев быстрая кампания полного отказа от сотрудничества и неповиновения Является нереалистичной стратегией для кампаний против диктатуры, находящихся на ранних стадиях Распределение ответственности В процессе выборочного сопротивления основной фронт борьбы некоторое время обеспечивается одним или несколькими слоями населения В последующих кампаниях, преследующих иные цели, основной фронт борьбы будет сдвигаться на новые слои населения Например, студенты могут организовать забастовки по учебным причинам Религиозные лидеры и верующие могут сосредоточиться на проблеме свободы вероисповедания Работники железных дорог могут настолько методично соблюдать правила безопасности, что это замедлит работу железнодорожной системы Журналисты могут бросить вызов цензуре, публикуя газеты и с пустыми полями на месте запрещенных статей Полиция может постоянно терпеть неудачи в нахождении арестей числящихся в розыске членов демократической оппозиции Планирование кампаний сопротивления с привязкой к слоям населения и проблемам позволяет определенным слоям населения быть пассивными В то время как сопротивление продолжается Выборочное сопротивление особенно важно при защите существования и автономии независимых социальных, экономических и политических групп и организаций Лежащих вне сферы влияния диктатуры Как было вкратце упомянуто ранее Данные центры власти представляют собой организационные базы, из которых население может оказывать давление или сопротивляться контролю диктатуры В процессе борьбы они, вероятно, окажутся среди первых целей диктатуры Ну, например, вот как у нас, свободные журналисты, профсоюзы, правозащитные организации То есть, да, нацеливание на власть диктаторов Когда долгосрочная борьба переводит первоначальные стратегии в более вименциозную и углубленную фазу Стратегам необходимо определить пути ограничения источников власти диктаторов Целью будет использование отказа от сотрудничества населения для создания новой, более благоприятной для демократических сил стратегической ситуации По мере увеличения влияния демократических сил стратегии должны запланировать более широкий отказ от сотрудничества и неповиновения, ограничивающие источники власти диктатуры При этом целью становится увеличение политического бессилия и, в конечном счете, уничтожение самой диктатуры Необходимо тщательно спланировать процесс ослабления демократическими силами сторонников диктатуры и групп ранее подчиненных диктатуре Будет ли их поддержка ослаблена путем разоблачения жестокости, уличенной учиненной режимом путем демонстрации катастрофических экономических последствий политики диктаторов Либо новым осознанием того, что диктатура может быть свергнута Сторонникам диктатуры необходимо хотя бы убедить оставаться нейтральными в своей деятельности сторонними наблюдателями Предпочтительным же является превращение их в активных сторонников демократического движения, ну то есть переубеждать их В процессе планирования и реализации политического неповиновения и отказа от сотрудничества весьма важным является уделять пристальное внимание всем основным сторонникам и советникам диктатора Включая его внутреннюю клику, политическую партию, полицию и чинуш, а в особенности его армию Необходимо тщательно оценить степень лояльности вооруженных сил, как солдат, так и офицеров, диктаторам Сделав вывод о возможности влияния демократических сил на военщину Может ли множество обычных солдат быть несчастными и протесняемыми новобранцами? Может ли множество солдат и офицеров быть недовольными режимом по личным, семейным или политическим мотивам? Какие еще факторы могут заставить солдат и офицеров попасть под демократическое влияние? Ну у нас это вот мы знаем скандалы, связанные с дедовщиной, когда пытался режим замолчать это все Но демократические силы, так сказать, подняли это на поверхность То есть недовольство есть Тем более, что армия у нас не профессиональная, а призывная Поэтому это как бы люди из народа На начальных этапах освободительной борьбы необходимо разработать отдельную стратегию общения с войсками и чиновниками диктаторов Демократические силы могут с помощью слов, символов и действий убедить войска в том, что освободительная борьба будет энергичной, решительной и упорной Армия должна понять, что борьба будет наносить особый характер, разработанный для подрыва диктатуры, а не для угрозы жизням военных Такого рода усилия будут направлены в конечном счете на моральное разложение армии диктаторов и на ее переподчинение демократическому движению Аналогичные стратегии могут применяться в отношении полиции и государственных служащих Однако попытка вызвать сочувствие и в конечном итоге неподчинение в силовых структурах диктаторов не должна восприниматься как подстрекательство вооруженных сил к быстрому свержению существующей диктатуры путем военного переворота При таком сценарии едва ли возникнет жизнеспособная демократия, как уже говорилось, так как переворот не изменит баланса сил между населением и правителями Поэтому необходимо спланировать, каким образом заставить сочувствующих офицеров армии понять, что ни военный переворот, ни гражданская война против диктатуры не являются необходимыми и желательными Сочувствующие офицеры могут сыграть важнейшую роль в демократической борьбе, распространяя недовольство и неподчинение в вооруженных силах, поощряя умышленную неэффективность, тайное игнорирование приказов и поддерживая отказ от участия в репрессиях Военные также могут применять различные способы ненасильственной помощи демократическому движению, в том числе обеспечивая безопасность передвижения, предоставление информации про новольствие, медицинской помощи и т.д. Армия является одним из наиболее важных источников силы диктаторов, так как способна использовать дисциплинированные части и оружие для непосредственного нападения на непослушное население и наказание его Стратеги неповиновения должны помнить, что уничтожить диктатуру будет чрезвычайно трудно или невозможно, если полиция, бюрократический аппарат и вооруженные силы останутся целиком на стороне диктатуры и послушными ее приказам Поэтому стратеги демократического движения обязаны читать стратегию подрыва лояльности силовых структур диктаторов, высокоприоритетной Демократическим силам необходимо помнить, что недовольство и неподчинение в вооруженных силах и полиции могут оказаться весьма опасными для них самих Они могут подвергнуться жестокому наказанию за любой акт неподчинения и казни, за любой акт мятежа Демократическим силам не следует призывать солдат и офицеров к немедленному мятежу Вместо этого, если имеются связи с ними, необходимо четко разъяснять, что существует множество сравнительно безопасных форм скрытого неподчинения, которые можно применять на различной стадии Например, полиция и военные могут выполнять приказы неэффективно, не находить людей, числящихся в розыске, предупреждать участников сопротивления о планируемых репрессиях, арестах или высылках А также не предоставлять важную информацию вышестоящим начальникам Недовольные офицеры, в свою очередь, могут игнорировать передачу команд на проведение репрессий по цепи инстанций Солдаты могут стрелять поверх голов демонстрантов Точно также государственные служащие могут терять папки с делами и инструкциями, работать медленно, заболевать и сидеть дома до выздоровления Изменения стратегии Стратегам политического неповиновения необходимо постоянно оценивать эффективность выполнения генеральной стратегии и стратегии конкретных компаний Например, возможно, что борьба проходит не так удовлетворительно, как ожидалось В таком случае нужно рассчитать, какие изменения стратегии необходимы Что можно предпринять, чтобы повысить силу движения и перехватить инициативу В такой ситуации требуется выявить проблему, провести стратегическую оценку Возможно, передать задачи борьбы другой группе населения Мобилизовать дополнительный источник сил или разработать другое направление действий После этого новый план необходимо медленно реализовать С другой стороны, если борьба проходит намного успешнее по сравнению с предполагаемыми результатами И диктатура распадается скорее, чем предполагалось ранее Как могут демократические силы использовать неожиданные победы и продвинуться вперед, чтобы парализовать диктатуру Эти вопросы мы рассмотрим в следующей главе Итак, вернемся к нашему чату и посмотрим Формат хороший, просто его нужно как-то так перекрутить, чтобы зрителю не заскучал и донести информацию А то так получается, что ты код стараешься, а информация до противоположной стороны монитора не доходит Или доходит, но кусками Нет, так стрим сохраняется, я про что говорю Его потом можно скачать, например Из-за этого многие люди могут просто проигнорировать важную информацию Так как сейчас такое время, когда все спешат Ну, для этого можно потом обсудить То есть это еще первая часть просто прочтения всего А потом, я думаю, можно будет перейти и к обсуждению То есть сейчас специально дискорд был отключен, чтобы посторонние звуки не мешали читать Итак, продолжим Осталось уже совсем немного Глава девятая Развал диктатуры С совокупным эффектом организованно проведенных успешных кампаний политического неповиновения Должны стать усиление, сопротивление, возникновение и расширение участков общества В которых диктатура не имеет эффективного контроля Такие кампании также дают важный опыт того, как отказываться от сотрудничества И как организовывать политическое неповиновение Такой опыт окажет значительную помощь Когда наступит время для отказа от сотрудничества и политического неповиновения в массовых масштабах Как написано в главе 3 Послушание, сотрудничество и подчинение являются важнейшими факторами силы диктаторов Без доступа к источникам политической власти сила диктаторов убывает и в конечном итоге сводится на нет Таким образом, лишение поддержки является важнейшей необходимой акцией для уничтожения диктатуры Полезно рассмотреть следующий момент Как политическое неповиновение может влиять на источники силы? Среди существующих средств подрыва морального и политического авторитета режима Его легитимности имеются акты символического отречения и неповиновения Чем выше авторитет режима, тем шире и надежнее послушание и сотрудничество с ним Для того, чтобы создать серьезную угрозу существованию диктатуры Необходимо действенное выражение морального неодобрения Для ликвидации доступа к другим источникам силы режима нужно лишь лишить его сотрудничества и послушания Вторым важным источником силы являются человеческие ресурсы Число и значение людей и групп, которые подчиняются, сотрудничают и помогают правителям Если широкие слои населения откажутся сотрудничать, для режима возникнут серьезные проблемы Например, если государственное служащее будет работать с пониженной эффективностью Или оставаться дома, короче, халтурить, если будет Так, аналогичным образом, если среди отказавшихся сотрудничать находятся лица или группы, которые ранее обеспечивали специализированные услуги и знания Способность диктаторов выполнять свою волю будет значительно ослаблена Даже их способность принимать решения на основе всесторонней информации и разрабатывать эффективную политику будет серьезно ограничена Да, вы не думайте, президент сам получает все сведения от советников, от помощников, от каких-то, которые собирают данные Сам-то он обычно не занимается этим, у него нет времени Ему сообщают все помощники Он зависит от мнения других людей Если психологическое и идеологическое влияние, называемое нематериальными факторами, которое обычно заставляет людей повиноваться, оказывать помощь правителям, будет ослаблено или потеряет силу Население станет более склонным к неповиновению и отказу сотрудничать Доступ диктаторов к материальным ресурсам также оказывает прямое влияние на их власть Если контроль финансовых ресурсов, экономической системы, имущества, природных ресурсов, транспорта и средств связи находятся в руках действительных или потенциальных противников режима Еще один источник его силы становится уязвимым или теряется То есть, ну, диктатора народ может не любить, но если у него дофига денег, он может финансировать наемные какие-то армии, например Или людей там с других стран, не знаю, привлекать, которые будут подавлять режим То есть, если своему населению он не доверяет То есть, просто нанимать каких-то специалистов, профессионалов, которые за деньги сделают все, что угодно То же самое пропаганда То есть, если у диктатора нет денег, то это очень серьезный удар по нему Его силы становятся уязвимыми или теряются Забастовки, бойкоты и расширяющиеся автономии в экономике связи и транспорте ослабляют режим Как упоминалось выше, способность диктаторов угрожать или применять санкции То есть, наказание упрямых, непослушных и отказывающихся сотрудничать слоев населения Является ключевым источником силы диктаторов Данный источник силы можно ослабить двумя способами Во-первых, если население готово, как во время войны, пойти на риск и вызвать серьезные последствия в качестве цены за неповиновение Эффективность существующих санкций будет значительно снижена В том смысле, что репрессии диктаторов не обеспечат желаемый уровень подчинения Во-вторых, если сами полицейские вооруженные силы испытывают недовольство Они могут на индивидуальной или коллективной основе уклоняться или прямо отказываться от выполнения приказов На аресты, избиения или расстрел участников сопротивления Если диктаторы более не могут полагаться на полицию и вооруженные силы для проведения репрессий Диктатура стоит перед серьезной угрозой Подводя итог сказанному, следует отметить, что успех борьбы против укоренившейся диктатуры требует, чтобы отказ от сотрудничества и неповиновения сократили и перекрыли источники силы режима Без постоянного возобновления этих источников власти Диктатуры ослабляются и в конце концов распадаются Таким образом, умелое стратегическое планирование политического неповиновения диктатуре должно быть направлено на важнейшие источники силы диктаторов Эскалация свободы Вместе с политическим неповиновением на стадии выборочного сопротивления Рост независимых социальных, экономических, культурных и политических институтов Последовательно расширяет демократическое пространство общества и сокращает контроль диктатуры По мере укрепления гражданских институтов, противостоящих диктатуре, население, вопреки желанию диктаторов, все быстрее строит независимое общество вне пределов их контроля Если диктатура вмешается, чтобы остановить эскалацию свободы, можно применить ненасильственную борьбу в защите данного завоеванного пространства И перед диктатурой возникнет еще один фронт борьбы С течением времени такое сочетание сопротивления и институционального строительства может привести к свободе де-факто Что сделает падение диктатуры и официальное введение демократической системы неоспоримыми Так как соотношение сил в обществе претерпело конкретные коренные изменения Польша 70-х и 90-х годов являет собой яркий пример перехода функций общества и институтов под контроль участников сопротивления Католическая церковь подвергалась преследованию, но коммунистами в смысле Но никогда не была полностью подчинена коммунистическому контролю В 1976 году представители интеллигенции и рабочих образовали небольшие группы Такие как КОР, Комитет защиты рабочих Для продвижения своих политических целей Организация профсоюза «Солидарность» своим правом объявлять забастовки Вынудила власть принять ее законы в 80-м году Крестьяне, студенты и многие другие группы Также образовали собственные независимые организации Когда коммунисты поняли, что данные группы изменили соотношение сил Солидарность опять была запрещена И коммунисты прибегли к военному правлению Даже в условиях чрезвычайного положения При множестве случаев тюремного заключения и жестокого преследования Новые независимые институты продолжали действовать Например, не прекращалась публикация десятков нелегальных газет и журналов Нелегальные типографии ежегодно печатали сотни книг В то время как известные авторы бойкотировали коммунистические издания И государственные типографии Аналогичная деятельность проводилась и в других слоях общества При военном режиме Ярузельского о военно-коммунистическом правительстве Однажды сказали, что оно шагает по головам общества Чиновники по-прежнему занимали правительственные здания и кабинеты Режим еще был в состоянии атаковать общество наказаниями, арестами, тюремными заключениями Захватом печатных изданий и тому подобное Однако диктатура уже не могла контролировать общество С этого момента полное свержение режима обществом стало лишь вопросом времени Даже когда режим еще занимает позиции в правительстве Иногда появляется возможность создать демократическое параллельное правительство Оно все в большей степени будет выступать в качестве правительства соперника Которое пользуется поддержкой, одобрением населения и гражданских институтов В таком случае диктатура во все возрастающей степени теряет характеристики правительства В конце концов параллельное демократическое правительство может полностью заменить диктаторский режим В качестве элемента перехода к демократической системе Затем в должном порядке будет принята конституция и проведены выборы Развал диктатуры В ходе институциональной трансформации общества Движение неповиновения и отказа от сотрудничества может расширяться Стратегии демократических сил должны заранее предвидеть время Когда демократические силы смогут перейти от избирательного сопротивления к массовому неповиновению В большинстве случаев потребуется время для создания, наращивания и расширения мощности сопротивления А развитие массового неповиновения может произойти лишь через несколько лет Во время такого промежуточного периода необходимо проводить кампании избирательного сопротивления С все более значительными политическими целями Вовлекать в него следует более широкие массы населения всех уровней общества При условии решительного и дисциплинированного политического неповиновения В ходе такого расширения деятельности внутренняя слабость диктатуры должна стать все более очевидной Сочетание сильного политического неповиновения и создания независимых институтов Со временем должно привлечь широкое международное внимание Выгодное демократическим силам Оно также может привести к международному осуждению со стороны дипломатических миссий Байкотом и эмбарго в поддержку демократических сил Как это произошло в Польше Стратегам необходимо учитывать, что в некоторых случаях падение диктатуры Может произойти чрезвычайно быстро, как в Восточной Германии в 1989 году Это происходит, если источники силы в массовом порядке перекрываются В результате неприятия диктатуры населением Однако такие случаи редки и лучше планировать долгосрочную борьбу Но быть готовым к краткосрочной борьбе В ходе освободительной борьбы победы даже по малозначащим случаям должны отмечаться Те, кто одержал победу, заслуживают признания Празднования с пикетами также помогают поддерживать моральный дух, необходимый для будущих этапов борьбы Ответственное отношение к успеху Составители генеральной стратегии должны заранее просчитать возможные и предпочтительные способы завершения успешной борьбы Чтобы предотвратить возникновение новой диктатуры и обеспечить постепенное установление долговременной демократической системы Демократам необходимо определить, как по завершении борьбы должен быть организован переход от диктатуры к временному правительству В этот период желательно образовать новое действующее правительство Однако это не должно быть старое правительство с новыми членами Нужно определить, какие отделы старой правительственной структуры, например, политическая полиция Должны быть полностью упразднены из-за их антидемократической природы А какие отделы следует сохранить для будущей демократической реформы Полный правительственный вакуум может привести к хаосу или новой диктатуре Заранее необходимо продумать политику в отношении высших должностных лиц диктатуры После того, как ее власть падет То есть, алюстрации Кого следует иллюстрировать, по каким признакам То есть, понимаете, в чем дело Если, например, сразу констатировать открыто, что вот мы придем к власти и будет иллюстрация То чиновники будут держаться до последнего некоторые То есть, если сказать, что всех иллюстрировать Потому что они будут бояться То есть, они будут понимать, типа, вот сейчас, если мы потеряем власть То нам конец Надо сразу дать понять Что в первую очередь будут наказаны только преступники Которые отдавали именно преступные приказы А простые исполнители, к ним, естественно, будут применяться какие-то, может быть, меры Там, увольнение только и все Или даже рассматривать, то есть, их степень вовлеченности И, может быть, даже они будут избегать какой-то ответственности То есть, это надо понимать, вырабатывать какие-то критерии Например, следует ли судить диктаторов Можно ли разрешить им навсегда покинуть страну Какие другие варианты могут возникнуть, которые бы соответствовали политическому неповиновению Необходимости перестройки страны и установлению демократии после победы Следует избегать кровопролития Которое могло бы иметь трагические последствия для будущей демократической системы В то время, как диктатура слабеет или терпит крах, некоторые планы по переходу к демократии должны быть готовы к осуществлению Такие планы должны помочь предотвратить захват государственной власти путем переворота другой группы Потребуются также планы восстановления демократического конституционного правления С полной политической, с полнотой политических и личных свобод То есть, должны уже быть подготовлены все Изменения конституции, законы новые То есть, что, как действовать Изменения, завоеванные высокой ценой, нельзя потерять из-за отсутствия планирования Все должно быть заранее запланировано Перед лицом все возрастающей мощи населения и ростом независимых демократических групп и институтов Которые диктатура уже не в состоянии контролировать Диктаторы обнаружат, что их авантюре настает конец Массовое закрытие учреждений и всеобщая забастовки Массовый невыход на работу, марши, неповиновения и другие акции Все более будут подрывать собственную организацию диктаторов И связанные с ней учреждения вследствие такого неповиновения и отказа от сотрудничества Разумно и в массовых масштабах организованного в течение длительного времени Диктаторы потеряют силу и защитники демократии отпразднуют победу без применения насилия Перед населением, оказавшим сопротивление, диктатура падет Никто не способен против своего народа долго воевать Но не каждое усилие увенчается успехом Особенно легким успехом и редко быстрым успехом Необходимо помнить, что победителей в войнах столько же, сколько побежденных Однако политическое неповиновение дает реальную возможность победить Как говорилось выше, данная возможность может быть значительно усилена разработкой разумной генеральной стратегии Тщательным стратегическим планированием, упорным трудом и дисциплинарной мужественной борьбой Итак, посмотрим наш чат Никаких изменений, поэтому продолжим Осталась, наверное, уже последняя глава Глава 10 Фундамент долговременной демократии То есть вот диктатуру свергли, что делать дальше? Развал диктатуры, естественно, представляет повод для торжественного празднования Люди, страдавшие так долго и заплатившие за победу высокую цену, заслуживают период восторга, отдыха и признания Однако, они должны чувствовать гордость за себя и за всех тех, кто сражался рядом с ними за победу политической свободы Не все доживут до такого дня Живых и мертвых будет помнить как героев, которые помогли создать историю свободы своей страны К сожалению, еще рано терять мдительность Даже в случае успешного свершения диктатуры с помощью политического неповиновения необходимо принять все меры, чтобы не допустить возникновения нового режима угнетения в период неразберихи вслед за падением старого Лидеры продемократических сил должны быть заранее готовы к дисциплинарному переходу к демократии Диктаторские структуры необходимо сломать Потребуется построить конституционную и законодательную базу, а также критерии функционирования долговременной демократии Не следует считать, что после падения диктатуры немедленно будет создано идеальное общество Развал диктатуры дает только начальную точку при условии расширения свобод для долговременных усилий по совершенствованию общества и надлежащему удовлетворению потребностей людей Серьезные политические, экономические и социальные проблемы будут решаться годами, требуя сотрудничества множества людей и групп Новая политическая система должна предоставлять людям с различными взглядами и подходами возможность продолжать конструктивную работу и разрабатывать политику разрешения проблем в будущем Угроза новой диктатуры Много лет назад Аристотель предупреждал, что тирания может превратиться в тиранию Имеются многочисленные исторические примеры Франции, якобинцы и Наполеон, России и большевики, Ирана, Аятала, Бирмы и Совет по восстановлению государственного закона и порядка и других стран Когда падение режима угнетения рассматривается некоторыми личностями или группами лишь в качестве возможности стать новыми повелителями Их мотивы могут быть различными, но результаты всегда примерно одинаковы Новая диктатура может оказаться еще более жесткой, чем старая Ну, например, большевики, которые оказались еще в разы хуже, чем царская монархия Еще до падения диктатуры члены правительства старого режима могут попытаться прервать борьбу за демократию Инсценировав государственный переворот, чтобы перехватить победу народного сопротивления Они могут провозгласить свержение диктатуры, но на деле будут стремиться навязать новую, подкрашенную модель старого режима Предотвращение переворотов Существуют способы, при помощи которых перевороты, направленные против нового освобожденного общества, могут быть предотвращены Простого знания такой возможности защиты иногда достаточно, чтобы предотвратить саму попытку переворота Подготовленность может предотвратить переворот Немедленно после завершения переворота путчисты требуют признания легитимности То есть признания их морального и политического права управлять страной Поэтому первый основной принцип защиты от переворота Отказ путчистам в легитимности То есть не признавать их все Мало ли что вы там сделали, вы не правительство Пучистам также необходимо, чтобы гражданские лидеры и население оказывали им поддержку Колебались или оставались пассивными Они требуют сотрудничества специалистов и советников, чиновников и государственных служащих, администраторов и судей Чтобы консолидировать свой контроль над ослабленным обществом Пучистам также нужно, чтобы те люди, которые управляют политической системой, гражданскими институтами, экономикой, полицией и вооруженными силами Пассивно подчинились и выполняли свои привычные функции в соответствии с их приказами и политикой Второй важный принцип защиты от переворота Оказать сопротивление путчистым путем отказа от сотрудничества Сотрудничестве Помощи и неповиновения Против новой угрозы можно использовать те же самые средства борьбы, что и против диктатуры Но применив их немедленно Если перевороту отказать в легитимности сотрудничестве, он может погибнуть от политического истощения И возможность построения демократического общества будет возрождена Разработка конституции Новая демократическая система потребует конституции, устанавливающей желаемые рамки демократического правления В ней должны быть сформулированы цели правительства, границы государственной власти, способ и сроки выборов В ходе которых будут избраны правительственные чиновники и законодатели, неотъемлемые права граждан А также отношения национального правительства с местными органами управления В пределах центрального правительства, если оно останется демократическим, должно устанавливаться четкое разделение власти между законодательной, исполнительной и судебной ветвями Необходимо установить жесткие ограничения на деятельность полиции, службы, разведки и вооруженных сил, запретив им любое вмешательство в политику В интересах сохранения демократической системы и предотвращения диктаторских тенденций и мер желательно, чтобы конституция устанавливала федеральную систему Со значительными правами, делегируемыми региональным, районным и местным уровнем управления Ну то есть федеративное устройство вместо унитарного и широкое самоуправление В некоторых случаях можно рассмотреть возможность использования швейцарской системы кантонов В которой небольшие территории обладают основными полномочиями, оставаясь частью страны То есть широкое самоуправление Если конституция, содержавшая многие из этих положений, существовала ранее в истории Ну вот как у Беларуси, например, новой свободной страны может оказаться предпочтительным ввести ее в силу вновь Но у нас тут надо изменения сделать, потому что они же допустили приход к власти диктатора Значит надо сделать так, чтобы приход был невозможен Ну плюс еще внести изменения в связи с временем То есть с 1994 года прошло очень много времени и мир сильно изменился Внеся необходимые и желательные поправки при отсутствии пригодной старой конституции Может оказаться необходимым использовать конституцию переходного периода Но может быть придется разрабатывать новую конституцию Подготовка новой конституции требует значительного времени и размышлений Участие народа в этом процессе является желательным и необходимым для ратификации нового текста или поправок Необходимо весьма осторожно вводить в конституцию обязательства, которое позже может оказаться невозможно выполнить Или положение, которое потребует высокой концентрации правления Так как и то и другое может способствовать возникновению новой диктатуры Текст конституции должен быть понятным для большинства населения Конституция не должна быть настолько сложной или двусмысленной, что понять ее способны только юристы или другие представители элиты Демократическая политика обороны Освобожденная страна может оказаться перед угрозой извне То есть не только внутри переворот, но и может другая страна воспользоваться этим, напасть Что требует оборудованной мощи Иностранные государства также могут попытаться установить экономические, политические или военные господства В интересах поддержания внутренней демократии необходимо рассмотреть вопросы применения основных принципов политического неповиновения По отношению к требованиям национальной обороны Отдав способность к сопротивлению непосредственно в руки граждан Новое свободное государство смогут не прибегать к созданию мощных сил обороны Которые сами по себе способны угрожать демократии И требуют крупных экономических ресурсов, необходимых для других нужд Нельзя забывать, что некоторые группы проигнорируют любые положения Конституции в своем стремлении стать новыми диктаторами Поэтому население должно быть постоянно готово сыграть свою роль и применить политические непоновения И отказ от сотрудничества против потенциальных диктаторов А также сохранить демократические институты, структуры права и процедуры Почетная обязанность Результат ненасильственной борьбы заключается не только в ослаблении и устранении диктаторов Но и в наделении силой угнетенных Данный метод позволяет людям, которые ранее чувствовали себя лишь пешками или жертвами Непосредственно применять власть, чтобы собственными усилиями завоевать свободу и справедливость Такой опыт борьбы имеет важные психологические последствия Укрепляя самоуважение и уверенность в себе ранее беспомощных людей Важным, долговременным, положительным последствием применения ненасильственной борьбы За установление демократического правления является то, что общество в большей степени способно решать текущие и будущие проблемы Они могут включать в себя злоупотребление и коррупцию в правительстве Жестокое обращение с какими-либо группой Экономическую несправедливость, а также ограничения, накладываемые на демократические качества политической системы Население, накопившее опыт использования политического неповиновения, менее уязвимо перед будущими диктаторами После освобождения знание ненасильственной борьбы предоставляет способы защиты демократии, гражданских свобод, прав меньшинств и полномочий региональных, районных и местных институтов управления Такие способы также дают средства, с помощью которых отдельные лица или группы могут мирно выразить свое чрезвычайное недовольство в отношении проблем Представляющих такое значение, что оппозиционные группы из-за них порой прибегали к терроризму или партизанской войне Рассуждения при рассмотрении вопросов политического неповиновения или ненасильственной борьбы могут оказаться полезными для всех лиц и групп, которые стремятся снять диктаторский гнет со своего народа И установить долговременную демократическую систему, уважающую свободу человека и участие народа в соответствии с существованием общества На основе идей, высказанных в настоящей работе, можно сделать следующие выводы Освобождение диктатуры возможно, это самое главное А то некоторые считают, типа, ну все, там 20 лет так было, не-не-не Для достижения этого требуется весьма тщательный анализ и стратегическое планирование То есть не наобум, вышел там на улицу с вилами и типа все, и свободу получил, нет, так не делается Надо четко решить, что делать, как делать, когда делать, составить план, оценить силы, возможности демократических, так сказать, организаций и диктатуры И составить стратегию генеральную, стратегии мелкие по каким-то компаниям и тактические действия выбрать Потребуется бдительность Упорная работа и дисциплинарная борьба, часто с большими жертвами Да, то есть нужно быть мужественным и готовым к репрессиям и к борьбе Широко цитируемое выражение Свобода не дается даром справедливо Нет силы извне, которая дала бы угнетенному народу желаемую свободу Людям необходимо научиться самим завоевывать ее Это нелегкое дело Если люди поймут, что от них требуется для собственного освобождения Они смогут выработать свои действия Которые путем тяжелого труда, в конце концов, смогут дать им свободу Тогда со всем усердием они смогут построить новый демократический порядок И подготовиться его защищать Свобода, завоеванная в такого рода борьбе, может стать долговечной Ее можно поддерживать с помощью сильных людей, приверженных ее сохранению и укреплению Итак, теперь перейдем к приложению к короткому Говорилось о методах, о 198 методах борьбы Вот они здесь перечислены Методы ненасильственных действий Методы ненасильственного протеста и убеждений Официальное заявление Шесть методов Публичное выступление Письма протеста или поддержки Декларации, организации и учреждений Публичное заявление, подписанное известными людьми Декларации обвинения и намерений Групповые или массовые петиции Общение с широкой аудиторией Лозунги, карикатуры и символы Знамена, плакаты и наглядные средства Листовки, брошюры и книги, газеты и журналы Аудио и видеозаписи, радио, ТВ Надписи и фигуры в воздухе Самолетами и на земле С пашкой почвы, посадкой растений, камнями Групповые акции Депутации, сатирические награждения Групповое лоббирование, пикетирование, псевдовыборы Символические общественные акции Вывешивание флагов Использование предметов символических цветов Ношение символов Молитвы и богослужения Передача символических объектов Разделение в знак протеста Раздевание в знак протеста Уничтожение своей собственности Символическое зажигание огней Факелы, фонари, свечи Выставление портретов Рисование в знак протеста Установка новых уличных знаков И указаний И названий Символические звуки Символическое освоение земель Грубые жесты Давление на отдельных людей Преследование по пятам официальных лиц Насмешки над официальными лицами Братание с солдатами Бдение или вахты по-другому Театры музыка Юмористические пародии Ну, могут быть поставлены там Постановка пьес и музыкальных произведений Пение Процессии Марши, парады Религиозные процессии Паломничество Автоколонны Поминания умерших Политический траур Символические похороны Демонстративные похороны Поклонение в местах захоронения Общественное собрание Собрание протеста Или поддержки Митинги протеста Тайные митинги протеста Семинары Уход и отказ Демонстративный уход Молчание Отказ от почести Разворачивание спиной Ну, наверное, в момент, когда там речь какая-то идет Демонстративная Так, методы отказа от социального сотрудничества Там у нас были методы Ненасильственного протеста и убеждения А тут у нас идет группа методы отказа от социального сотрудничества Астрокизм отдельных людей Социальный бойкот Выборочный социальный бойкот Отказ от исполнения супружеских обязательств По лесестрате Отлучение от церкви Прекращение религиозной службы Отказ от участия в общественных событиях Обычаях и работе Прекращение социальной и спортивной деятельности Бойкот общественных событий Студенческие забастовки Общественное неповиновение Приостановление членства в общественных организациях Выход из социальной системы Отказ выходить из дома Полный личный отказ от сотрудничества Бегство рабочих Укрывание в убежище Коллективный уход с места жительства Иммиграция в знак протеста Хиджират Методы отказа от экономического сотрудничества Экономические бойкоты Акции потребителей Бойкот потребителей Неиспользование бойкотируемых товаров Политика аскетизма Отказ от выплаты арендной платы Отказ арендовать Общенациональный потребительский бойкот Международный потребительский бойкот Акции рабочих и производителей Бойкот рабочими Бойкот производителями Акции посредников Бойкот поставщиками и посредниками Акции владельцев и управляющих Бойкот торговцами. Отказ сдавать в аренду или продавать собственность. Локаут. Отказ промышленной помощи. Всеобщая забастовка торговцев. Акции держателей финансовых ресурсов. Снятие банковских вкладов. Отказ платить гонорары, выплаты, суммы и обложения. Отказ выплачивать долги или проценты. Изъятие фондов и кредитов. Отказ от уплаты налогов. Отказ от выпущенных государством денег. Действия правительств. Внутреннее эмбарго. Черные списки торговцев. Международное эмбарго. Поставщиками. Международное эмбарго покупателями. Международное торговое эмбарго. Методы отказа от экономического сотрудничества. Забастовки. Символические забастовки. Забастовки протеста. Быстрый уход. Забастовки без предупреждения. Сельскохозяйственные забастовки. Крестьянская забастовка. Забастовки сельскохозяйственных рабочих. Забастовки особых групп. Отказ от преднудительного труда. Забастовки заключенных. Забастовки ремесленников. Профессиональные забастовки. Обычные промышленные забастовки. Забастовки штата служащих. Промышленные забастовки. Забастовки солидарности. Ограниченные забастовки. Частичные забастовки. Бамперные выборочные поочередные забастовки. Снижение темпов работы. Работа строго по инструкции. Невыход по болезни. Забастовки через увольнение. Ограниченные забастовки. Выборочные забастовки. Многоотраслевые забастовки. Распространяющиеся забастовки. Всеобщие забастовки. Сочетание забастовок экономического закрытия предприятий. Прекращение работы и торговли. Хартал. Прекращение всей гномической деятельности. Метод отказа от политического сотрудничества. Отказ от поддержки власти. Отказ от лояльности властям. Отказ в общественной поддержке. Литература и речи, призывающие к сопротивлению. Отказ граждан от сотрудничества с правительством. Бойкот законодательных органов. Бойкот выборов. Бойкот работы в государственных учреждениях и занятия государственных должностей. Бойкот правительственных учреждений, агентств и других органов. Уход из государственных образовательных учреждений. Бойкот поддерживаемых правительством организаций. Отказ в помощи силам по наведению порядка. Снятие законов, собственности и уличной разметки. Отказ принять назначение официальных лиц. Отказ распустить существующие институты. Альтернативы гражданскому повиновению. Неохотные и медленные подчинения. Неповиновение при отсутствии прямого надзора. Народные неповиновения. Замаскированные неповиновения. Неповиновение невыполнения приказа разойтись собранию или митингу. Сидячая забастовка. Отказ от призыва в армию и депортации. Укрывание, побеги и изготовление фальшивых документов. Гражданское неповиновение несправедливым законам. Акции госслужащих. Выборочный отказ в помощи представителей правительства. Блокирование передачи команд и информации. Задержки и препятствия работе учреждений. Общий отказ административного сотрудничества. Отказ от судебного сотрудничества. Намеренные неэффективности работы и избирательный отказ от сотрудничества исполнительных органов. Мятеж. Внутренние акции правительства. Псевдолегальные уловки и задержки. Отказ от сотрудничества со стороны мелких правительственных органов. Международные акции правительства. Изменения в дипломатических и других представительствах. Задержка и отмена дипломатических мероприятий. Воздержание от дипломатического признания. Разрыв дипломатических отношений. Уход из международных организаций. Отказ от членства в международных организациях. Исключение из международных организаций. 4. Методы ненасильственного вмешательства. Психологическое вмешательство. Самоотдача во власть стихии. Самосожжение, утопление и т.д. Голодовка. Голодовка морального давления, голодовка забастовка, голодовка в духе сатеграхи. 5. Обратный суд. Использование подсудимым суда для обвинения обвинителей. Ненасильственное психологическое изнурение оппонента. 6. Физическое вмешательство. Сидение, стояние, невыход из транспорта, использование сегрегированных пляжей при расовой сегрегации. 7. Хождение на месте. Моление в сегрегированных церквях. Ненасильственные марши с требованием передачи собственности. Ненасильственные воздушные полеты в зону, контролируемую оппонентом. Ненасильственное вхождение в запретную зону. 8. Пересечение черты. Ненасильственное препятствие насилию или иным действиям оппонента собственным телом. психологическое воздействие, ненасильственное блокирование собственным телом физическое воздействие, ненасильственная оккупация, социальное вмешательство, установление новых социальных порядков, перегрузка помещений, перекрытие дорог, бесконечное произнесение речей, самодеятельность представления на улице, альтернативные социальные институты, альтернативные системы коммуникаций, экономическое вмешательство, обратная забастовка, невыход после окончания работы, ненасильственный захват земли, отказ от выполнения блокады, политически мотивированные изготовления фальшивых денег, предупреждение, предупредительные массовые закупки стратегически важных товаров, захват ценностей, демпинг, выборочный патронаж над фирменными учреждениями, альтернативные рынки, альтернативные транспортные системы, альтернативные экономические институты. И последнее, политическое вмешательство, чрезмерная загрузка административной системы, разоблачение секретных агентов, стремление к заключению в тюрьму, гражданское неповиновение нейтральным законам, работа без сотрудничества, двойной суверенитет и создание параллельного правительства. Итак, мы закончили сегодняшний разбор книги. И теперь я включаю возможность дискуссии в Дискорде. Любой желающий может присоединиться и обсудить тему книги, то есть кто слышал это и кому интересно, можете обсудить, если у кого-то возникнут какие-то вопросы в нашей группе в Дискорде. Ссылки есть в описании. Также, конечно, канал полностью содержится, так сказать, за личные средства и на пожертвования, поэтому если вы считаете необходимым, то вы можете сделать донат, внизу в описании есть ссылка. Новости на новые стримы, анонс, то есть вы можете получить в группе в Телеграме, которая также указана у нас в описании. Задавайте свои вопросы в чате, если у кого-то они есть. Так, я не вижу пока никаких вопросов. Хорошо. Тогда мы заканчиваем этот стрим. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч.